Сейчас, ребята, просто есть некоторые люди, которые опять же любят оплатить буквально за две минуты до начала. Их почему-то вот они как-то вот, у них есть на это, видимо, какие-то отключения. И также есть люди, которые не услышали, что я сказал, что ссылка та же вчера, и мне приходится немного напомнить о том, что та же комната. Это некоторое время занято, или вроде все. У нас чуть меньше, жаль, что не получится, наверное, может быть, кто-то придет, вот видите, кто-то там, наверное, опять что-то оплачивает. Видимо, люди либо все-таки не дойдут до второго дня, либо они придут попозже. Я так хотел, чтобы было человек 100, и вы не поверите, и опять письмо от Ассоциации Когнитивно-Пуднической психотерапии. профилактика эмоционального выгорания. Восьмое января. Прикольно. Нет, ребятки, восьмого января в Питере я не смогу. Я хочу быть в кровати. Вовсю. Так, ну что, у нас сегодня продолжение, на самом деле, тема вчерашнего дня. Я хочу вчерашнюю тему. Да, да, 100 не получится, но, по сожалению, я думаю, что на 100 мы сделаем 100%, точно 100 людей я бы хотел видеть на вебинаре по профилактике переутомления. Как раз вот эта тема близкая, да. Именно вот переутомление и стрессоустойчивость, я надеюсь, что там будет как раз те самые 100 человек, которого я бы хотел видеть на этом вебинаре. Ну, я думаю, что это более чем реально просто. Я ленивый, я не очень все это анонсирую. Я все это как-то так немножко спускаю на «кто захочет, тот найдет», называется, да. Если бы я был более предпринимательным, то, наверное, было бы больше людей. Но вот рекламу не даю, ничего не делаю. Снимаю себе видеоролики и езжу с семинаром. Потому что нормально. Нормально. Итак, сегодня мы с вами будем говорить о продолжении вчерашней темы. Прежде всего, хотелось вот по вчерашнему дню спросить у вас, спросить у вас некоторую, не то чтобы даже обратную связь, а, может быть, уточняющие вопросы для разогрева. Потому что мы сегодня будем, в принципе, к Локову, Диму. Я вчера был на выставке на Синпро, встретил своих близких друзей, с которыми выступал и с которыми тренировали. Это Дима, Оксана. И я вчера был очень счастливым человеком. Мы не виделись очень-очень много лет. Вот. Надеюсь, мы завтра с ним не встретимся. Вот. Да я не связан, мы с ним занимались и выступали вместе. Вот. А Клоков, да, видел. Жену тоже. Вот, значит, поехали. Сегодня мы будем заниматься продолжением этой темы. Я вот выписал себе четыре основных таких направления, по которым бы я хотел вас немножко покачать на эту тему. Это переносимость критики или восприятие критики. Даже не столько как, а сколько почему. Да, такое происходит и почему такое не случилось. Ну, почему человеку тяжело иногда переносить какую-то критику и еще что-то. Негативное мнение о себе. Нет вопроса, как быть. Есть вопрос, есть ответ, почему мне это так тяжело или эмоционально дается. То есть и третья тема – это публичное выступление. Ну, собственно говоря, это вот и будут три основные темы. Потом мы будем отвечать на ваши уточняющие вопросы. И некоторые алгоритмы когнитивной проработки для самостоятельной работы я вам тоже сегодня дам, безусловно. многие вот в интернет-пространстве спрашивают о как быть. Вот они любят такой вопрос – как быть. я не очень понимаю, с чем это связано. Как быть, если говорить с точки зрения когнитивной терапии, то это уметь понимать, как я это делаю. Вот это, ребятки, очень важно. И даже если взять ваши банальные панические атаки, как испуг вегетативного напряжения… А, да, кстати, жена, тебе привет большой. Я выспался и готов к работе. Значит… И я тоже тебя люблю. Значит… Просто мы скучаем. Вот этот момент не как быть, а этот момент, как я это делаю, он очень и очень важный. Потому что… Как я создаю панику? Как я создаю свою тревогу? Как я создаю свою злость? Как я создаю свое беспокойство? Вот мне вот моя клиентка, бывшая, написала сегодня утром, что-то у меня произошло, и я… Как она написала? У меня посетили какие-то мысли. В общем, как-то она сформулировала. И вот я опять за это быстро цепляюсь, потому что вас мысли не могут посетить. Вы не можете расстроиться, потому что ситуация случилась. Вы не можете вспылить, потому что кто-то наступил на ногу. Вы не можете как-то почувствовать вину или быть в панике перед публичным наступлением просто потому что вам выходить на сцену. Потому что во всех этих событиях нет ничего жизнеугрожающего, нет ничего криминального. проблема заключается не в событии, а проблема заключается в том, как вы к этому относитесь. И вот чтобы понять тему критики, тему мнения о тебе, да, воспринятие негативного мнения и тему публичных выступлений, все это будет очень тесно упаковано в нашу вчерашнюю тему под названием «Я не есть ситуация». Помните? Завышенную самооценку. Ты знаешь, я завышенную самооценку, давай потом, в конце, ладно? Поэтому вот фишка и история «Я не есть ситуация», она будет фундаментальной. И второй фундаментальный момент – это то, как я это создаю. Вот запишите себе эти два больших тезиса, как я создаю свою эмоцию. Если вас бросил парень, вам девушка сказала, что вы олень. Олень который. Вам, я не знаю, вас уволили с работы, вам сказали, что вы тупая, я не знаю, вам сказали, что ваша презентация полная херня. Или вам сказали, что о вас плохо думают и не ожидали вообще от вас такого. Или вам выступать, идти перед аудиторией под докладом и вам там страшно. Вот вы должны четко задать себе главный философский вопрос. Как я сейчас себя, как я сейчас это создаю? раз и навсегда запоминайте, что никакие слова, никакие события не могут создавать сами по себе эмоциональное отреагирование. Вот этот момент фундаментальный всем понятен. Сейчас объясню почему. Потому что люди, да, люди считают, что только Марату понятен, да, или все думают, что есть ситуации, которые могут сами по себе расстраивать или пугать. Сами по себе ситуации могут автоматически пугать. Сами по себе ситуации могут вас пугать только в одном случае. Спасибо. Как вам кажется, в каком случае вас могут реально пугать ситуации сами? Например, тахикардия. Я вчера с Симаковым после Ксюши с Димой поехал в зал. Мы провели очень высокую интенсивную тренировку. У нас пульс там, я не знаю. У меня часы разрядились эти, которые могут считать, умеют. Я не включал, но я думаю, я вам покажу как-нибудь онлайн свой пульс на тренировке высокоинтенсивную. Вы увидите 150-160. Вот разве сама по себе тахикардия является причиной для страха? Да, в жизни реальной причиной для обоснованного инстинкта самосохранения или той самой паники является реальная угроза жизни. Вот это запомните, пожалуйста. А все остальное является вашим додумыванием и вашей, как правильно говорит коллега Виталий, интерпретацией. Вы синтерпретировали то, как о вас думают и как это. Вы синтерпретировали то, что будет. Вы синтерпретировали слова. Вас послали куда-нибудь, вы это как-то поняли. Вами кто-то недоволен, вы это как-то поняли. Вам сказали, что вы олень, вы это как-то поняли. Вы ошиблись на докладе, вы это как-то поняли. Сейчас мы про эти три темы будем говорить детально, но я для начала хочу, чтобы вы поняли фундаментальную штуку. А это фундамент не просто когнитивно-пуденческой психологии. Это фундамент огромного количества сфер, в которых я работаю, в которых работают мои коллеги. И на основе этого выстраивается терапия огромного количества расстройств. Всем это примерно понятно. Кому непонятно вот этот фундамент об отношении к обстоятельствам, давайте вот это подискутируем чуть-чуть. Потому что вот этот момент мы сейчас должны плотно так себя погрузить. Вы не можете плакать просто потому, что у вас что-то произошло. Вы сначала как-то об этом подумали. Вы как-то это поняли, расстроились от того, как вы это понимаете и плачете. То же самое со злостью. Я могу привести еще более простой пример. Ваша девушка не отвечает на телефон. И вы злой и ревнивый. Что, разве сам факт того, что девушка не отвечает на телефон, создает у вас злость и ревность? Вот просто телефон не отвечает. Нет. Вашу злость и ревность создают те мысли-формы, которые вы рисуете себе. Почему она не отвечает на телефон? Потому что, а, либо она должна отвечать на телефон, иначе она такая-то. Что это за херня такая? Либо у вас рисуются картинки, где и кто ее куда и так далее. И как это все выглядит. Вы просто не успеваете отследить то, как вы интерпретируете ситуацию, в данном случае не отличный телефон, вызов, но про себя испытываете уже эмоцию, даже не осознав, как вы это сделали. Круто! Вы в воскресенье стоите в каком-нибудь ашане в очереди после покупки продуктов на неделю. И вы напряжен. И вы злитесь. Круто! Как ты это делаешь? Мама тебе сказала что-то и ты злишься. Круто! Как ты это делаешь? То, что мама что-то сказала, само по себе не является поводом для твоей эмоции. То, что мама или папа или муж или девушка что-то сказали, является лишь ситуацией, которую ты начинаешь обдумывать. Вот этот фундамент и ясен? Угу. Угу. Гуд. Этот фундамент является основополагающим лечением неврозов. А как вам кажется, давайте вернемся к вашим несчастным пресловутом не совсем. Наталья. Вот у нас есть Наталья. Наташ, давайте. Что непонятно? Что не совсем положится? Вы можете как-то сформулировать? Просто я не хочу, чтобы на этом вебинаре что-то было не совсем понятно. Я, конечно, понимаю, что люди есть, будут, которым будет что-то не совсем понятное. Я не могу объять необъятное и залезть в голову да поглубже. Доктор, повторите маршрут. Да, каждому, но куда-то я залезть смогу. Вот точно. Натренированный красит, как залезет куда-то. Так, Наташ, ну что, давай сформулируй это самое. Чего там непонятно. То есть ситуация мысли не является поводом для эмоций. Не очень понял. Ситуация поводом для эмоций не является абсолютно. И не может являться поводом для эмоций. Поводом для эмоций является то, как ты понимаешь ситуацию. Хочу тебе пример приведу. Вот ты сейчас поймешь, это, Наташ. Вот, Наташ, слушай меня внимательно. Ты в КМФ кино ходила? Отвечай, пожалуйста, в чате. Только никто не лезет. Дайте я Наташу попытаюсь объяснить. Ходила. Плакала когда-нибудь в кино или боялась? Ну, плакала, да, боялась. Отлично. Скажи, пожалуйста, по факту ты смотришь на белое полотно, на котором показывают некоторую картинку. Ты сидишь в уютном кинотеатре с вкусным карамельным попкорном. Вот. И смотришь на то, что происходит на экране. И ты испытываешь, ты либо плачешь, когда этот декабрь у несчастная мать его восьмой раз тонет на льдине. Ты понимаешь, что эта зараза утонет. Но ты все равно плачешь. Ты понимаешь, что ты вроде как смотрел уже его тридцатый раз. Ты все равно боишься. И потом форточки проверяешь. Почему? Разве сама по себе ситуация создает эту эмоцию? Нет. Тебе ничего не угрожает в кинотеатре. Такая же херня происходит в метро. Тебе ничего объективно в метро не угрожает. То же самое происходит на улице для агорофобов. Да, эта конструкция разбирается. Сама по себе ситуация в кино не может вызывать страх. Объяснить секрет, как это физиологически происходит. Ты смотришь фильм. Твой мозг не может вылезти у тебя из головы и посмотреть, что ты в кинотеатре находишься. Сказать, а, ну не очку, и все в порядке. Ты испытываешь определенные отношения к ситуациям, которые тебе показывают на экране. Интерпретируешь их как угрожающие, или как драматичные, или как и так далее. И мозг тебе говорит, слушаюсь и повинуюсь, потому что он уверен, что это происходит рядом, либо с тобой. Мозг в органы не могут выпрыгнуть и понять, что вы находитесь в метро, и вам ничего не угрожает. Мозг не может выпрыгнуть и посмотреть, что вы в кинотеатре. Он реагирует ровно на то, как вы думаете о том, что происходит вокруг. И если то, что происходит вокруг, вы считаете позором, вы считаете смертью, вы считаете кошмаром, он так и реагирует. Возьмем несчастную, пресловутую порноиндустрию. Вы что думаете? Люди возбуждаются от того, что они видят? Люди возбуждаются от того, что мозг интерпретирует, что это происходит либо рядом, либо с ними. Либо то, как это будет происходить. Но мозг не видит разницы. Вот этот момент, поймите, мозг не видит ничего вокруг в реальности. Он видит только ваши команды интерпретации. Вот это понятно? Это важнейший фундаментальный физиологический аспект. Вот, супер, спасибо. Все, давайте теперь тогда комментируем дальше. Все понимают, что сами по себе ситуации мозг не различает. Ты сама решаешь, кто это пишет? Нет, кто-то писал про решаю. Ребят, вы решаете чуть позже. Вы сначала решаете, как оценить то, что вам сказали. Критику в данном случае. И то, что это критика, это вы опять же. Это я написал популистский на бумажке, чтобы вы поняли, о чем я буду говорить. Но скажите мне, пожалуйста, вам сказали, там, допустим, мне не нравится ваш вебинар, полное говно, что я, блядь, потратила кучу денег немерено. Вот это критика или не критика? И как к этому отнестись? Разве сама по себе эта фраза создает какую-то во мне эмоцию или что-то вообще создает? Нет. Эта фраза мною оценивается. Да дело даже не в субъективности. И вообще это дело не в этом. А дело в том, что это всего лишь звук, абсолютно верно, который вы интерпретируете. Слушайте внимательно. Мы идем по первой теме. По поводу критики. И есть ситуации, и есть звуки, которые вы понимаете, как оценить. Ребят, я очень банально вам рассказываю, чтобы вы поняли, потому что это, в принципе, с точки зрения науки и технологии, немного по-другому сложнее преподносятся, и не все понимают. Я пытаюсь это прояснить так, чтобы поняли каждые члены семинара сегодняшнего. Так вот, критика. Сама по себе критика – это лишь такой литературный термин о том, что данная фраза является некой осуждающей или рекомендующей или несогласием с темой автора. Но, по сути точки зрения когнитивной терапии, у нас есть люди, у которых все, что не скажу, у них все критика. Все, что не скажу, все не так, все не так, все плохо, все неправильно. И он живет тогда, получается, в вечной критике, что ли? Нет, конечно. Вы сами воспринимаете, какая фраза, что для вас означает. И также вы сами воспринимаете, как на это все реагировать. Вот здесь давайте кое-что поймем. Запишите себе одну вещь по поводу критики. Это фундаментальная история. И я дам одно упражнение. Оно достаточно простое, но оно очень эффективное. По поводу критики. Вот по первому тезису идем. Значит, первая тема по поводу критики заключается в том, что запишите вот таким образом. В меня попадает только то, ну или меня задевает только то. Может быть, так вам будет понятнее. В научной психотерапии это называется «про меня». То есть такой термин «это про меня». Или «это близко». Да, но давайте по-простому. В меня попадает или меня зацепляет всегда только то, в негативном аспекте имею в виду сейчас, что только то, где моя ахиллесовая пита. Проще говоря, где у меня есть недоработки. То есть если у вас что-то задело, попало, если вас что-то завело, зацепило, это 100% какой-то ваш внутренний косяк. Вот этот момент очень важно понимать, потому что половина населения Земли считает, что их просто цепляет ситуация автоматически. Потому что ситуация такая. Потому что Вася Петров сказал, что я дебил, вот я и зацепился. Мне скажи так, господи, у меня что в интернете, не знаете, что там происходит порой. Сейчас, правда, давно не читаю, но раньше происходило там трэш какой-то был. Сейчас вроде все как-то, видимо, прошло 2-3 года, люди все-таки поняли некоторые, то, что я пытался им объяснить, и как-то вот они плавно, потихонечку сходят на более конструктивную позицию. Так вот, вас задевает только то, что у вас не проработано. Вы попробуйте покритиковать Владимира Владимировича Путина. И попробуйте своей критикой, какой бы жесткой она ни была, рациональной, нерациональной, справедливой, не очень, попробуйте вызвать его на какую-то деструктивную мочу. Вот я на вас посмотрю и посмеюсь, как это будет выглядеть. Выглядит это будет очень смешно. Он улыбнется, совершенно верно. Он улыбнется и будет кивать. И говорит, я вас понимаю. Спасибо вам большое за вопрос. Спасибо. Он улыбнется, сделает глоток своего любимого чая из термоса. Он послушает вас, поблагодарит. Очень маловероятно. Я сейчас объясню. Он не потому, что он так делает, а потому, что он не воспринимает ваши слова негативные определенным образом, которые создают проблему. Об этом чуть позже. Поэтому, когда мы говорим, что вам тяжело переносить критику, как этому научиться, этому я и учу. Своих клиентов как раз. У меня вот как раз этот профиль, это он и есть. Путин не консультирует с психотерапевтом. Он сам проконсультирует психотерапевта, к вам угодно. Итак, в чем фишка переносимость критики? Вы задайте себе простой... Давай сейчас к практике небольшой перейдем. Хорошо? Задайте себе сейчас вопрос. Блин, вот как вы любите темы с ФСБ их научили? В ФСБ нет ничего уникального. У меня есть много знакомых, которые там учились и работают. Нет там чего-то сверхъестественного в обучении. Стандартные вещи, но есть просто понятие, как психический аппарат и некоторые способности психики. Вот у него есть просто те навыки, которым в принципе обучают когнитивные терапевты. Но так случилось, что он сам в себе это все очень активно развил, и он в этом плане является частью уникальным человеком, потому что ему техники... Вот я сейчас одну из техник, как раз буду говорить, которая как раз ему есть, она основана на дипломатическое выдерживание стресса, да, такого. То есть как не завести себя на переговоры дипломату. Вот об этом мы сейчас тоже будем говорить. Так вот, давайте, значит, поехали. По поводу критики. Задайте себе сейчас вопрос. Что из последнего в меня попало? Что из последних фраз, ну не сейчас, а вот за неделю, например, в меня попало? Что из последних фраз в меня попало? Что меня обычно задевает? Какие слова? Папа, мама, например, папы, менеджера, клиента. Вы продавец, круто. Что вас иногда задевает? Вы говорите, бесит. Мама говорит вам что-то. Что вас задевает? Вот это вот важный сейчас момент просто. Это мы еще про критику, про первый тезис идем. Что же вас задевает? Вспомните просто эти ситуации. Не надо сейчас их писать. Вот вы просто так сформулируйте для себя, как это, что вас иногда задевает в поведении людей в плане критики. Мама сказала, менеджер сказал, клиенты там что-то сказали и так далее. Отлично. А теперь задаетесь тебе следующий вопрос. Я надеюсь, вы понимаете, что вы пришли на практическое занятие, да? Вы же так хотели этого? Давай, по. Как я понимаю то, что она мне это сказала или он? Не важно. Первое. Еще раз. Вспомнили ситуацию. Мама что-то сказала там или еще что-то. Да? Второе. Куда это попало? Что я... Вот. Куда это влетело? Как я понимаю то, что она говорит? И вы услышите примерно следующий ответ. Что вы услышите мыслительную интерпретацию, либо о чем говорит эти слова. Например, если он меня покритиковал и сказал не так-то, это говорит о том, что как будто он меня не воспринимает всерьез. Или как будто он специально. Или как будто он пытается сделать то-то. У вас начнется интерпретация. Почему она так говорит? Зачем она так говорит? Что она этим хочет сказать? Что нет, так говорить нельзя. Да, это продолжительствование в том числе. Что не должно так происходить. Она не должна так себя вести. Люди не должны быть такими. Люди должны быть справедливыми. Люди должны быть объективными. Мама не должна. Мама должна понимать. Вот вы видите вот такие фразы. Вот эти мимолетные... Это не значит, что это плохо. Эти мимолетные фразы и являются интерпретацией слов, которые потом перейдут в эмоциональное отреагирование. И если у вас что-то попадает, что-то цепляет... Вот у меня сзади есть стена. Вот Владимир Владимирович... Он примерно вот такой. То есть, что-нибудь, что-нибудь произойдет... А все это скатится, и все это высохнет, и все это вот как-то вот так вот внизу пойдет. Что вы там не выплеснули? Но вы на самом деле являетесь уникальным товарищем, у которого есть такие крючочки здесь. И поэтому, когда что-то происходит, например, там, или там, дерьмо там наделали, еще что-то, вы этими крючочками цепляете этот момент, и оно остается. Так вот, цепляет исключительно ваше больное место в самооценке. Опять же возвращаемся вчера. Цепляет человека, когда... Критика. Когда у него есть какой-то косяк в самооценке. Когда он оценивает себя, свою личность, или то, что он делает, недостаточно изначально хорошо. Потому что потом от этого будет идти очень сильная попытка стать профессионалом, стать таким-то, 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 и не дай бог какой-то скотине пойти против этой ситуации. То есть, цепочка очень простая. Заниженная самооценка влечет очень невротическое ее поднимание с помощью заделывания и заделывания делами. А затем какой-то человек говорит, а ты знаешь, Михалыч, то, что ты делаешь, полное говно. Ты ты чего? И вот тут начинается. Почему? Потому что Михалыч делает не просто дело, а потому что Михалыч закрывает своим делом собственную травматичную проблему под названием «когда-то нарушенная самооценка». Поэтому цепляются люди на улицах, в ресторанах, в ночных клубах. Вот эта вся гопота наша, да, и прочие имбицилы и так далее, да, или вообще, в принципе, население, которое легко цепляются, если вы выпишите, например, все ситуации, которые цепляют, допустим, какого-то человека, то вы увидите одну простую картину масла, что люди сказали человеку что-то, что он так сильно пытается в себе поднять. Ну, метафора здесь еще одна такая может быть. Чем больше ты будешь поднимать твою самооценку, тем острее ты будешь реагировать на те слова, которые идут вразрез этим действиям. Ребятки, понятно? Нормально объясняю? Это немножко сложновато может быть, но я надеюсь, что я формулирую доступно. Good. Хорошо. Так вот, задайте себе вопросом. Ну, сегодня 22-е, да? Кстати говоря, день психолога. Ну, я не считаю себя психологом, поэтому не надо меня поздравлять. А то меня с утра шлют уже. Значит, смотрите. Вы должны четко с сегодняшнего дня с сегодняшнего дня четко понять, если меня что-то задело, значит, там есть какой-то пласт проблемы, который 100% надо мне самой понять. Например, вы куда-то пошли в магазин за новыми босоножками. У вас уже весь шкаф для обуви в босоножках, но ничего, вам нужны новые. Это нормальная ситуация. И вас там что-то задело. Продавщица что-то сказала, какая-то женщина и еще что-то. Никогда не упускайте ситуацию, когда вас что-то задело, особенно критика. Никогда не упускайте это на самотек, если хотите развиваться с точки зрения терапии неврозов. Если вас что-то задело, если вас что-то взбесило, если вас что-то эмоционально отреагировало вот в этом плане, радуйтесь. Почему? Потому что любое задевание в вас, это еще один указатель на ваше очередное слабое звено. Чем больше вы будете слабых звеньев своих прорабатывать, и чем больше вы будете их замечать, тем проработанней и полированней вы будете. Понятно? Как это делать, сейчас буду говорить. Соответственно, большинство клиентов в мире в когнитивно-поединической терапии, они делают одну фундаментальную ошибку. Они считают, что когнитивная психология, да-да-да-да, именно развиваться, самосовершенствоваться. Многие считают, что когнитивная психотерапия это процесс, который сам собой должен пройти в голове. Леша что-то сказал, или коллега Алексея что-то рассказал, показал, нарисовал, объяснил, тумба-юмба станцевал, и у меня в голове я вырос. Хрен из два. Есть такая замечательная античная философская фраза. Обычные изменения в человеческом теле происходят постоянно, и для этого ему нужно прилагать усилия. Но только чтобы человек стал мудрее, умнее и более эволюционирующим, вот тут надо приложить усилия. То есть обычные изменения на физиологическом уровне не требуют ваших усилий. Оно само собой произойдет. Например, старение клетки, деление клетки. Тут не нужно особо прилагать усилий. Но вот чтобы вырасти ментально и стать лучше, качественнее, вот тут приходится прилагать усилия. И вот тут делится на две категории. На те, кто эти усилия готов прилагать, и на те, кто хотят само. Вот у нас есть категория населения, которые хотят, чтобы само, а правда заключается в том, что любая психотерапия, и особенно терапия неврозов, она не подразумевает само. Оно подразумевает вот то, что я вам сейчас сказал. В тебя попала какая-то фраза. В тебя что-то задело. Это мы сейчас только по первому пункту идем, да, переносим из критики. В тебя что-то задело. Это всегда радость. Блин, как классно, Красиков, ты разозлился. Ни хрена себе, как давно это было. А че это ты? И мы начинаем, четко я начинаю размышлять. Так, если я разозлил себя. Вот у нас есть лонгвисты в группе. Поднимите руку. Короче, вы меня поняли. А если есть лонгвисты, морфологический разбор. Разозлиться. Расстроиться. Обидеться. Что можно увидеть в этом морфологическом разборе особенностей? Какие? Расстроиться, разозлиться. Ся – это что в русском языке? Возвратная частица, да, по-моему, называется? Ти-ся – разозлиться. Расстроиться. Себя дословно это. Еще в древнем, вот, моменте русского языка означает возвратную историю самого себя. То есть даже в русской культуре и в языке заложен ответ. Я разозлилась. Это в английском, по-моему, myself. Да? Я разозлилась. И я обиделась на тебя. То есть фактически, если разбирать морфологию, и я разозлилась на тебя, в виде морфологии, в виде когнитивной терапии, это выглядит так. Я разозлила себя тем, что ты мне сказал. Я обидела себя тем, что ты написал. Вопрос. На хрена? Ответ. Потому что я не замечаю, как я залю себя, как я раздражаю себя, как я обижаю себя. Обычный человеческий мозг так не понимает. Он не знает этих нюансов внутреннего понимания. Он думает, что ситуация. Ты меня обидел, говорит девушка своему парню. А парень, прошедший когнитивную терапию, говорит, солнышко, ну ты сама обижаешься. Это не означает, что у вас теперь гениальная фишка отмазываться там. Вы что-то не сделали. Это твое отношение. Нет. Мы сейчас говорим более по делу. Люди сами себя разозлили. Например, Вы жена. И ваш муж обещал повесить вам картину неделю. И он ее не вешает. И вы злитесь на него. И вы к нему подходите и говорите, ты меня бесишь. Потому что ты не повесил картину. Разве это правда? Правда на самом деле заключается в том, что никто и ничто бесить тебя не может по определению. По правде эта жена в своей голове примерно говорит так. Он должен повесить картину в срок. Он должен быть таким. Он должен сделать так. Иначе это говорит о том, что он такой-то. А с таким мужчиной я не хочу. Я всю жизнь на него. А он скотина. Там разворачивается мгновенный бурный эмоционально-зрительный образ, почему он должен повесить картину. Потом этот эмоционально-зрительный образ мгновенно сталкивается с де-факто, что эта картина не висит. И она говорит, ты меня бесишь. Ты подумай. Бесишь ты сама себя от отношения к ситуации. Либо ты будешь беситься на себя, что ты выбрала такого мужа. Вот это более эмоционально. С точки зрения когнитивной терапии. Да, действительно, это я выбрала такого мужа. Муж мой не обязан соответствовать моим ожиданиям. Я могла ожидать от моего мужа что угодно. Но он не обязан им соответствовать. Было бы неплохо, если бы он им соответствовал. Но как и я, так и он не обязаны. И то, что он совсем ушел в сторону и не соответствует моим ожиданиям, и не соответствует моим потребностям, это прискорбно. Это печально. Это грустно. Но это может быть. Я буду с этим как-то поступать. Либо буду ему помогать. Либо буду его развивать. Либо скажу, Вася, нам не по пути. Не важно. Но я пойму, что он имеет право быть таким долбоебом, каким умеет, какой вот получился. Ну, во всяком случае, я сейчас перегнул, но тем не менее. Чтобы вы просто понимали, как это выглядит. Да? Это... А вот в большинстве случаев вы начинаете делать что? Ты не должна. Ты должна по-другому. Ты должен иначе. Ты должна так дать людям право быть таким, как и не есть. Давайте вернемся к критике. Есть одно упражнение, я обещал, из дипломатии. Хоть и не очень хочется. Но, коли уж я имею непосредственное отношение к этой теме и процессу. Помните, я говорил, что Вадим Вадимович скажет, если вы начнете... Нет. А, это да, молодец. Аминописло. С разветленными боковыми цепочками. Помните, я говорил, что у Вадима Вадимовича как стена, нету там крючочков. Есть одна технология, которая позволяет вам самому немножко самосовладать с критикой. Эта технология была действительно описана еще в советские годы. Она меняла свое название. Это не мои техники. И вообще, если честно, в психотерапии за последние 20 лет новых техник практически не было изобретено. И уж тем более техник от панических атак, от агорофобии новых нет и быть не может, и никем не изобретались. Они были сформулированы в 60-е годы, поведенческой терапии Павлова, и потом когнитивной терапии Арана Бека. Все авторы, которые потом назвали техники своими, либо просто специально это сделали, либо как-то вот свою невротическую самооценку пытаются поднимать, и сломали «Это я! Это моя техника! Посмотрите, какой у меня член! Это я сделал!» Да, вот вся эта история про невроз, безусловно. Поэтому тут надо понимать, что… Спокойно, 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 ну что вы. Вот техник каких-то новых быть не может. В актеры, да, Джонни Дэпп отдыхает. Значит, не, ну он хороший человек. Тут надо понимать, что сами по себе техники… Сейчас я про панические атаки не буду, я сбился чуть-чуть. Смотрите, есть одна техника, которая помогает справиться с критикой. Давайте сосредоточимся сейчас. Я прошу вас покритиковать то, как я выгляжу и то, что я делаю. Пожалуйста, не стесняйтесь. Я не буду обижаться. Я вообще обижаться не умею. Опять же, ну это чуть попозже. Да, мне нужно, чтобы вы меня покритиковали. Напишите, пожалуйста, какую-нибудь критику. Пожалуйста, пожёстче. Например, пример. Мудак. Отлично. Спасибо. Нарцисс. Да, это правда. Да, действительно, я сегодня утром проснулся и думаю, что я не побрился. Я сам в шоке. Когда свитер покупал, думаю, реально женский свитер нашёл. Я сам в шоке. Когда каждое утро подхожу к зеркалу и думаю, блядь, какие у тебя круги под глазами, Крайсика, такой кошмар. И усы, я думаю, Крайсика, вчера постри криво усы. Нереально. Да, мне тоже колют глаза. Я сам на себя смотрю порой и думаю, реально гей какой-то. Слишком много. Подождите, я не успеваю. Да, я сам на себя иногда смотрю и думаю, да, Кашу поджу, не да. Вы совершенно правы. Иногда притормаживаю, да. Да, мне кажется, я очень улетевший. Да, ты знаешь, я думаю, что украшений действительно многовато. БТС-мщик. Да, это правда. Я не соглашусь с вами по поводу латентологии, но вы имеете право так думать. Вообще не задевает. Вот реально. Вот что я сейчас делал? Давайте остановимся. Я понял, что у вас, вот когда я попросил меня покритиковать, вот вы прям сразу заактивничали. Я понял, но давайте сейчас посмотрим, что я сейчас делал. В большинстве случаев, вы абсолютно правы, я соглашался. Помните, помните? Фраза «Да, это правда». Вот я не вступаю внутри себя… Вот стойте, стойте, стойте. Ой, стойте. Стоп, 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 стоп. Тихо. Я не вступаю… Остановитесь. Я не вступаю с ситуацией в противоречие под словами «кто кого». И я просто ситуацию принимаю. В данном случае это история… Это техники, их по-разному, Дим, называли, ты знаешь. Но они являются фундаментальными и в Советском Союзе, и в мире. Называйте их как хотите. Смотрите, эта история заключается в том, что вы не вступаете в единоборство ситуации. Вадим Вадимович прекрасно знает эту историю. Все, хорошо, подождите, все, стоп. Он не будет пытаться доказывать, он не будет говорить, что это галстук, нормальный галстук, ничего. Он улыбнется и скажет, да, я понимаю, что вам не нравится. Да, я понял, да, да, конечно. То есть, то, что он будет, и я с вами сейчас соглашался, это абсолютно не означает, что я внутри согласен с этим. Вот этот момент, он очень важен. Подождите. Слышите меня внимательно, отвлекитесь от чата на меня, посмеете. Если вы говорите, Красиков, твой свитер полная херня. Да, действительно, я тоже так думаю, полная херня. Это что, офигел? Я со мной, как я офигел сегодня? Через какое-то время у человека просто теряется энергия пытаться вас задевать. Всего лишь навсего потому, что его задача заключается зацепиться за этот самый болезненный крючок самооценки, на него начать давить. Если у вас, вот меня, если бы вы вспомнили лет пять назад в интернете, там было очень много у меня ошибок именно в том... Сейчас, да подождите вы. Именно в том, что были некоторые незакрытые проблемы... Да подождите, были некоторые незакрытые проблемы у меня лично, пять лет назад еще. И в интернет-форуме очень быстро эти крючочки раскопали и начали туда сливать дерьмо, а я, естественно, зацепился. Вот сейчас такого, безусловно, не случится и быть не может, потому что эти крючочки сточены наждачкой конкретно. Это и есть личная терапия, это и есть личностное развитие. Кто наблюдает, и я открыл чат, кто смотрит за моими роликами, в принципе, это может наблюдать. Одиннадцатый год, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый. Да, соответственно, вот этот момент очень и есть, и является фундаментальным. Так вот, да, это правда. Ты что-то сегодня не очень выглядишь. Да, это правда. Да, действительно, сегодня очень хорошо выглядят. Вы не говорите внутри себя, что вы говорите, да, я лошара. Вы просто отвечаете техникой согласия и несопротивления на нападение. Это не то, чтобы равнодушие. Вы просто отвечаете, чтобы не зацепиться. Вы говорите, да, это правда. Красиков, вы полный дебил. Ну, да. Да. Дальше вопросы будут. Мне говорили, что вы в химках деревянными членами торговал. Да, это правда. Я каждый вечер торгую. И можно еще поюморить. Да, это правда. Я каждый вечер торгую там членами деревянными. А вы что, не в курсе? Странно, все химки давно в курсе. Красиков, мне говорили, что вы занимались сексом с мужчинами все ваше детство. Ой, ну это... Еще ваша юность. Ой, ну это старая тема. Если честно, мы так ее часто обсуждали. Мне кажется, уже все об этом давно знают. Сколько можно об этом говорить? Что вы? Вторую тему поднимаем. То есть, вот, Лен, смотри. Тема самооценки здесь является фундаментальной. Да, потому что, если говорить про меня, чтобы вы поняли, еще пять лет назад, моя деятельность, которой я занимался, была немного невротичной. Хотя она была, по сути, правильной. Заряд, подождите, смейте. Заряд к этому действию, мои ролики, моя практика частная, заряд был немного невротичным. Именно поэтому, вот слушайте внимательно, если к вашему действию заряд будет невротичным, что я имею в виду заряд невротичным, кто догадался? Если вы своим действием пытаетесь поднять или закрыть нарушенную самооценку. Вот если вы своим действием или вы своими какими-то поступками пытаетесь что-то закрыть, что-то где-то себе нарастить, чего было где-то не нарощено, вот тогда случится что? Слушайте меня внимательно, пожалуйста, не отвлекайтесь. Если вы своей карьерой пытаетесь нарастить что-то себе, если вы своими действиями пытаетесь что-то нарастить, любая критика против этого наращивания невротического будет в вами жесткое отреагирование. Поняли? Что произошло у меня внутри? Я стал заниматься собой, и я выявил свои слабые уязвимости, и я их нарастил сам постоянно. И вот тогда мне не нужно было, после того, как я эти крючочки сточил и нарастил то, что надо было наращивать чуть раньше, то, что было не нарощено, скажем так, все, когда ты имеешь полностью нарощенные все вещи, моя деятельность изменилась разве, ребят? Я разве стал что-то новое делать? По-моему, я стал делать только острее и острее, но отношение к этому абсолютно другое. Почему? Потому что я своей профессией, я своей работой, я своим действием больше, уже давно, эти действия не являются невротическим наращиванием. Они являются просто профессией, где я живу с утра до вечера, просто занимаюсь своим делом. А кто там что говорит, пишет и как это делает, это может вызывать некоторое раздражение порой, если там, я не помню, там, какое-то время назад там был инцидент, который просто был неприятен. Но это не история критики и попадания в травматизацию. Как нарастить? Вот смотри, слушайте внимательно. Видно, видно, ребят, у всех клиентов виден результат, которые этим занимаются. То есть, по большому счету, психотерапия неврозов – это наращивание недостающего. Ты знаешь, я прекрасно знаю, как Путин обижается. Он обижается по-человечески. Ему по-человечески неприятно порой. И ему по-человечески порой, просто по-человечески порой жаль. Но он настолько мудрый человек, который умеет принимать вот такие ситуации, как данность, не вступая с ними в единоборство. Он прекрасно это понимает. И от того, что он не вступает с этим в единоборство, он и побеждает. Потому что другие люди, которые начинают вступать в единоборство, они стираются. И стирают это в хлам. Он вступает в единоборство по-другому. Он не вступает в единоборство с критикой. Он не вступает в единоборство с чем-то мнением. Он не вступает в единоборство с какой-то позицией. Он просто делает свое дело. Именно поэтому у него столько ресурсов сохранено. Несмотря на все нападки, обманы и так далее. Так вот, как нарастить? Спасибо. Слушайте внимательно, я уже об этом говорил. Ну, по-разному можно относиться, как он делает. Кому-то нравится, кому-то не очень. Это естественно. Вот, смотрите, как наращивать? Первое, я уже об этом говорил, я сейчас буду повторяться. Слушайте внимательно, вы поняли, да, о чем я? Ну, типа того, я просто делаю, ну да, похоже на это. Смотрите, первое, с сегодняшнего дня, с 22 ноября, внимательно начните или даже записывайте в ежедневник, заведите блокнот, копию, тетрадь какую-нибудь прикольную, под замочек хотите, не под замочек, только не в электронном виде, я вас очень прошу, не надо. Не в электронном виде, мне надо, чтобы ваша рука писала. Это физиологический факт. Когда вы пишете или говорите вслух, уровень вашего осознанности в разы больше, чем вы тупо пишете пальцами. Именно поэтому, когда вы шпаргалки пишете руками или те, кто заканчивал, кто родился в 70-х, кто заканчивал и кто учился в школе в 90-х годах, те помнят, что у нас компьютеров не было, ноутбуков не было, телефонов не было, мы все писали мне над руки. Да, соответственно, вот кто писал от руки шпаргалки, кто писал от руки дипломные работы, они их до сих пор помнят, мне кажется. Почему? Потому что именно вот эта писанина рукой, она является фундаментальной с точки зрения нейрофизиологии. Вам достаточно шпору прописать порой, вы их запомните, визуально даже, по многим параметрам. А если вы шпору запишете в компьютере, вы их не запомните вообще. Вот, соответственно, то же самое касается всего остального. Ну, рука отвалилась, конечно. Вот, поэтому, смотрите, первое, что вы с сегодняшнего дня делаете, это следующее. Любая яркая эмоция в негативном аспекте, я имею в виду, такая как злость, гнев, стыд, паника, ревность, гнев. А вы не пускаете, блин, на самотек сегодняшнего дня, котята. С сегодняшнего дня вы становитесь охотниками за этими ситуациями. Вы говорите, мне надо знать, как я себя злю. Ну, ну и страх туда же. Мне надо знать, как я себя злю, как я создаю свой стыд, как я создаю свой гнев, как я, как я. То есть, вы уходите от позиции, Зина в торговом центре что-то сказала. Вы уходите от позиции, муж что-то сказал. Вы уходите от позиции, кто-то что-то написал или сделал. Это понятно? Вы эту ситуацию просто держите на вытянутой руке, как ситуацию. Но ваш интерес на 100% обращен с сегодняшнего дня, как я это с собой делаю. Как я себя злю сейчас. Как я сейчас понимаю то, что мне сказали. Как я сейчас понимаю то, что мне написали. Что меня внутри подмывает ответить. И вы увидите это, что он так не должен. Я должен ответить, иначе я такой-то. И так далее, и так далее, и тому подобное. Вот это понятно? Если вы начнете хотя бы вот это практиковать, ваш уровень осознанности и ваш уровень терапии уже шагнет вперед. Например, возьмем ту же несчастную агорафобию, банальную. Вы выходите на улицу, и вам страшно становится. Вот уберите улицу вообще в сторону. И задайте себе вопрос, как я сейчас себя пугаю? Как я сейчас себя пугаю на улице? И вы услышите ответ. А вдруг я упаду? А вдруг я басусь? А вдруг меня увезут? А вдруг увидят, что я упаду? А у меня белье не новое? А меня в больнице разденут? А если я потеряю сознание, при этом придет мочеспускание? А это мой двор? А я должна быть во дворе такой-то? А вдруг я умру? А если я умру, такого быть не должно, потому что я еще много не успела сделать? А вдруг я не дойду? И как это будет выглядеть? А если я опоздаю на работу? Вы увидите, что проблема заключается не в... Если ты не слышишь, ты плохо слышишь, значит. Надо тренироваться. Проблема заключается не в том, что ушла в тысячи километров от подъезда. Ваш мозг и органы не видят, где ты находишься. Понимаете? Ваш мозг вообще не в курсе, где вы. Это вы стоите, видите, я в тысячи метрах от подъезда. И дальше вы что делаете? Слушайте внимательно. Вы начинаете опять же тот же самый диалог, самопугание я. А вдруг мне станет плохо? А скорая не доедет? А вот пробки? А если в пробке скорая точно не доедет? А вот я же в деревне? А в деревне кто не поедет? А если я сейчас тут упаду? Кто меня тут поднимет? А как это будет выглядеть? А что будет это происходить? Это ужасно. Я не должна валяться здесь. У меня же короткая юбка. А если кто поднимет юбку в смысле? Да. И так далее, и так далее, и так далее. И еще раз. Первым шагом внутреннего роста по терапии неврозов или прокачки по внутреннему моменту терапии неврозов является умением разработка навыка понимания того, как вы создаете свою эмоцию. Как я сейчас себя разозлила? Вы подходите к кассиру, у которого закончилась лента, и он ушел менять ленту, и вы разозлились. Вы мысленно ситуацию отодвигаетесь в сторону и говорите, так, стоп, Зина, как ты себя сейчас злишь? И вы услышите, какого хрена опять лента закончилась? Ну что за дела? Ну почему такая фигня? Сколько можно? Что нельзя ленту запасти? Куда она вообще поперлась, корова такая у меня? Почему на мне она заканчивается все время, эта лента? Что за херня? Вы услышите примерно такую интерпретацию. Ну там плюс-минус. Но вы главное, вы должны понимать, что именно интерпретация ситуации вызывает эмоцию. Вы злите себя, это точно. Вот это понятно. Поэтому, подводя итог, ответ чуть позже, сейчас не про это, подожди, попозже немножко. Поэтому критика, как ее переносить? Еще раз. Сейчас, ну я рассказал про технику, которая ему показывается. Это и есть техника, да, это правда. Я про это говорил. То есть вам что-то говорят, а вы не включаетесь в сопротивление. Вы не как осел со всем соглашаетесь, да, это правда, ты дебил, да, это правда, да, это правда. Нет. Вы с юмором просто принимаете, говорите, да, серьезно, прикольно, да, не замечал, интересно, да, галстук, ну да, да. Вы знаете, я сам удивляюсь, да, я сам порой в шоке от себя. То есть вы начинаете просто не сопротивляться и удивительным образом даже с юмором соглашаться с тем, что порой люди пытаются сказать, чтобы вас задеть. Вот это ясно? Что-то ты сегодня глупенькая. Да, я сегодня сама глупость вообще. То есть вы саркастически немножко перебарщиваете с точки зрения юмора. Ой, твоя юбка совершенно сегодня какая-то не такая. Да я сама в шоке, глядя. Я проснулась и думаю, что я не такую юбку сегодня одела. Маргарита Захаровна, вы сегодня ужасно выглядите. Лучше бы вы не приходили на работу. Дорогой мой, я когда утром проснулась, я думаю, как я ужасно выгляжу. Лучше бы я на эту работу не шла. Но пришлось пойти. Вы знаете, то, что вы делаете, полная хрень. Вы знаете, я тоже порой считаю, что то, что я делаю, это полная хрень. Я с вами абсолютно согласен. Какой вы проницательный. Я считаю, что ваше начальство явно вам не доплачивает. Потому что за вашу проницательность было бы неплохо вам доплачивать. Спасибо вам большое. Да. То есть, вы должны понять, что люди перестанут на вас нападать. Они на вас льют, а от вас отскакивают. Они устанут. Я вам реально говорю, они устанут. Они просто устанут. И будут злиться. Знаете почему? Потому что вы не цепляетесь. Оскорбления, которые задевают родителей. Ты имеешь в виду, я твою маму, там что-то там, да. Ты должен для себя четко сформулировать одну позицию. Если ты говоришь самому себе, что если я такое услышу, я буду реагировать вот остро и жестко, это твой выбор. И тогда неси за это ответственность. Но если ты спрашиваешь у меня, то с точки зрения когнитивной психологии, вот такие нападки должны быть расценены двумя способами. Первый способ. Понимаешь, есть ситуации, где в принципе неплохо их губен зарядить. Бывают такие люди, бывают такие пассажиры, которые не поймут что-то до какого-то момента. Но это редкость, да, скорее, чем действительность. Скорее, вот перейти к какому-то уже другому решению вопроса, оно немножко уже из другой оперы. Но если мы говорим просто про какие-то нападки в интернете, про какую-то критику. Понимаешь, все-таки, если переходить на маму, да, грубо говоря, то это, скорее всего, уже явный какой-то конфликтный момент, где ты должен принять для себя решение. Либо ты даешь конфликту этому право быть и просто абстрагируешься и уходишь, и говоришь, да, я понял, ты такой, 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 и я не буду ничего сейчас здесь устраивать. Либо ты принимаешь для себя решение, что все по-другому. Но тут решение должно быть. То есть ты должен... Да, она есть в одноклассниках, да. Да, просто от того, что тебе кто-то сказал что-то, и ты сразу лезешь в драку, но это слишком невротично. Это слишком... Слишком это про самооценку, которая занижена. То есть парень, который постоянно лезет что-то доказать вперед из песни, это слишком большие комплексы. Соответственно, ты должен четко для себя понять. Ты сейчас лезешь в драку, грубо говоря, потому что ситуация действительно вот такая, и без этого не обойтись. Либо ты сейчас вот что-то, либо ситуация попала в твою больную самооценку, где тебе резко потребовалось впрыснуть дозу поднятия самооценки под названием подраться. Поверь мне, человеку, у которого все в порядке с самооценкой, он драться будет только в одном случае. Если действительная ситуация угрожает ему жизни, угрожает здоровью, угрожает еще чем-то. Вот просто, вот как бы за столом еще где-то, такие люди обычно не цепляются. Таких людей действия не бесят, бесят действия не людей. Ты бесишь себя, ты уже об этом слушала. Давайте здесь подведем итог с критикой. По поводу критики, что непонятно. Примерная техника ясна и примерная этиология патогенез эмоционального реагирования ясен здесь. Сейчас, подожди, про мысли поплыли немножко, Софья. Понятная история. 9 плюс это значит хорошо? Ага. Хорошо, сейчас я кое-что проверю. Молодчик. А, ты здесь, да? Ну, прикольно. Первый пункт ясен. Ну, пойдемте дальше. Тебе очень тяжело переносить негативное мнение о тебе. Здесь есть некоторые нюансы. В принципе, мы будем сейчас говорить о той же самой идее, потому что это мировая концепция когнитивной терапии. Но мнение о тебе. Помните вчерашний день? Ребята, котята, где? Где? Где вчерашний день? А, вот он. Вот вчерашний день. Где вчерашний день? Да, вот вчерашний день, в общем. Вот он. Что это такое у нас на вчерашний день? Я не равно ситуация. Вот негативное мнение о вас, это и есть ситуация. И вот если вы начинаете с сегодняшнего дня проводить анализы, самодисциплинарный контроль со словами «Я боюсь негативного мнения о себе. Я боюсь, что они подумают. Как бы только они не подумали обо мне плохо, это будет говорить на 100% о том, что вы боитесь именно потому, что вы считаете, что если о вас подумают плохо, что это, во-первых, ужасно, и вы от этого плохой». Я вам сейчас скажу одну вещь. Мы можем даже подиспутировать об этом. Хотите? Я вот об этом с клиентами иногда говорю. Слушайте внимательно. Напишите сейчас плюсик, пожалуйста, в чате, кто считает лично, что он может реально расстроить или обидеть человека своими словами, поступками и действиями. Он боится, что он может что-то сделать, и люди о нем плохо подумают. И это вот… Он может обидеть своими действиями, словами, что-то сказать, такое, что люди обидятся. Вот видите, как у вас много невротики. К сожалению, так у многих. Правда заключается в том… Спасибо. Спасибо большое. Правда заключается в том, с точки зрения когнитивной терапии, когнитивной психологии, философии, что вы никакими своими словами, поступками и действиями не можете обидеть никого. Потому что ваши поступки и действия будут истолкованы. Возьмем классическую невротическую идею «Я боюсь что-то сказать, потому что мама обидится». Сейчас объясню. «Я боюсь сказать маме, что я не хочу. Я боюсь сказать близким, что я не буду, потому что они обо мне плохо подумают и обидятся». Вот если разбирать первое, так сказать, приближение в этой проблеме, первая проблема заключается в том, что вы считаете, что ваши действия и поступки обижают других людей. Правда заключается в том, что это не так. Правда заключается в том, что ваши поступки и действия будут интерпретированы каким-то невротиком. Потому что ваши родители такие же невротики, как и вы, ваши окружающие люди такие же невротики, как и вы. И у этих людей, естественно, есть свои убеждения и есть собственное понимание того, как люди должны себя вести. Проблема здесь заключается в том, что если кто-то недоволен тем, что я сказал или сделал, чья это проблема? Чья проблема в том, что у кого-то есть убеждение со словами «Леша так не должен»? Леша должен по-другому. Чья проблема в том, что кто-то считает, что кто-то должен иначе? Разве это вы создавали такие убеждения у этих людей? Ну, например, девушка выходит замуж в 18 лет. И какие-то люди говорят, какого хера вы что? Та-та-та-та-та-тым, та-та-та-та-та-тым, это неправильно, а то и раньше. Это неправильно, та-та-та-тым. Вот разве сама по себе ситуация является негативной? Разве мы виноваты в том, что они относятся к этому вот так? Мы от этого плохие? Нет. То, что они к этому так относятся, это исключительно их право, и это исключительно их выбор. Но это абсолютно вас не характеризует. Понимаете, о чем я? Подождите. Я к тому, что негативное мнение о вас никаким образом не должно создавать у вас ассоциацию с тем, что вы такой. Вы должны четко дать понимать себе о том, что вы делаете то, что а, в рамках закона Российской Федерации, если вы в России находитесь, то, на что вы имеете полное право, даже если с этим кто-то не согласен. Ну да, это похоже на молитву Гештальт-терапевта Фредерика Перлза «Я в этом мире для того, чтобы соответствовать вашим ожиданиям. Я – это я, вы – это вы, и вы в этом мире для того, чтобы соответствовать моим ожиданиям». Это похоже на это, действительно, потому что дело не в законах. Законы уголовные и гражданские, они вообще с неврозами никак не связаны в принципе. Ты не найдешь ни один закон в нашей стране, который создает некоторую невротичность внутри психики человека. Но я тебе могу любого человека взять, я покажу его собственные внутренние законы, Иван, как надо, и как не надо, как правильно, и как, сука, люди должны, и как люди не должны. И потом этот законотворец внутри себя идет по этому миру, и говорит, мир – говно, все ужасно, вы все уроды, и это все не так. Так он сам создает себе проблему, потому что вот эта история и является проблемой. Про религию не буду сейчас. Вы должны четко понять, запоминайте сейчас тут, негативное мнение о вас не характеризует вас как человека. это всего лишь навсего мнение локального человека. Если этот человек для вас профессионально важен, вы можете с этим поступить очень просто. Подойти и попросить обратную связь. Слава Петрович, ты профессионал своего дела, ты не согласен, мне интересно просто послушать. Для развития. Второе. Если о вас говорят негативное мнение, задайтесь вопросом нашего любимого классика Шекспира. А судьи кто? А судьи кто, кто с вами не согласен? Ну, не согласны со мной там пару тысяч человек. И кто это? И я, вот если вам интересно, струю обратную связь на людях, ну, грибоедов, хрен его знает, не важно. Мне кажется, Шекспир там тоже была такая тема. Ну, хрен его. Да, про Роману и Джульетту там какой-то был эпизод такой. Нет? Ну, не важно. Задайте себе вопросом, на какие мнения людей я буду профессионально опираться. Смотрите, но даже если мои профессиональные коллеги, чье мнение для меня фундаментально важно, со мной не согласны, это опять же не говорит о том, что я плохой, тупой и глупый. Это лишь говорит о том, что я должен и могу прислушаться и принять к сведению, с сегодняшнего дня техника номер два для саморазвития. Начните замечать, чье мнение людей на вас оказывает влияние. Если вы увидите, что это все люди от соседа по личностной клетке дворника до вашего начальника, это большая беда. не в том, что это патология, а в том, что вам, вы поставите свою психику в позицию, смотрите, какую. Если для вас мнение о вас важно всех людей вокруг, смотрите, что вы делаете со своей головой. Вы, сейчас, подожди, если мнение всех людей для вас такое важно, а я уверен, что такие ребята есть на вебинаре, чье мнение окружающих важно. И помните, мы вчера говорили, что я буду стыдиться от того, что я стыжусь. Это вот туда. Соответственно, да, если мнение всех людей для вас важно, вы ставите, слушайте внимательно, сейчас, себя в заведомо очень уязвимую, очень проблемную ситуацию. Вы, внимание, будете пытаться, выходя из дома уже делать так, чтобы вот это вся братья, которую я описал, которую вы пытаетесь понравиться, чтобы она была типа довольна. От этого у вас будет логический вывод. Мне надо как-то себя вести правильно и как-то делать правильно, чтобы все эти люди были довольны. Отсюда у вас будет огромное напряжение, потому что этих людей очень много, и они все разные, и вам придется подстраиваться под каждого. в таком и самом формате вам будет тяжело говорить с несколькими людьми. Например, если вы говорите с одним человеком тет-а-тет, вам невротично напряженно, но вам проще, потому что вы можете фокусироваться на этом человеке и как-то его, для него там плясать, там облизывать, там и так далее. Но не дай бог перед вами сидит несколько людей, вы потеряетесь, потому что вам надо и здесь понравиться, и тут понравиться, и там понравиться, и там. И эта же самая основа сейчас будет переходить к публичным выступлениям, потому что когда вы стоите в кулисах, или там ходите я про себя пример приведу, или вы в институт приезжаете, вам надо выйти на кафедру, прочитать какой-то доклад перед группой, что сейчас создает вашу тревогу? тревогу. создает именно вот этот аспект из второго пункта. Я должен понравиться всем, потому что я не должен ошибиться, потому что если сейчас я лохану, это ужасно, они подумают, что я лошара, а если они подумают, что я лошара, это ужасно, я буду не просто как я буду выглядеть, а я буду еще ужасно выглядеть. И вот именно такая мыслительная картина Репина мозгом интерпретируется таким образом, что ты идешь вообще в принципе на Голгофу. Вот там сейчас тебя ждут через 5 минут начала твоего выступления, и ты посылаешь себе такой посыл перед публичным выступлением или даже тостом, ты его даже не замечаешь. Вот сидишь ты на свадьбе и несчастное и счастье и здоровье сказать даже не можешь. Почему? Потому что перед тем, как ты встанешь, особенно если, знаете, ты сидишь за столом и очередь тостов идет по кругу, и ты с ужасом смотришь, как смерть приближается к тебе. Почему? Потому что ты интерпретируешь, что ты сейчас встанешь и тебе сейчас надо что-то сказать и вот тут ты услышь, как ты сам себя пугаешь. Услышь, как ты сам себя пугаешь тем, что ты думаешь о том, что сейчас будет происходить. А думаешь ты таким образом? Сейчас все будут ржать. Это ужасно. Это докажет, что я глупый. Я всем не понравлюсь. они разочаруются. Кто-то поражет, что это дебил. Кто пригласил меня? Я не смогу сказать. Я буду мямлить. Сердце выпрыгнет это тоже после этого, что я говорю, Наташа. Я буду мямлить. Это ужасно. Я не понравлюсь. Это катастрофа. Сейчас я покраснею. Кажется, я уже краснею. Боже мой, не краснею, не краснею. Нет, я уже краснею. А если я встану и буду красной, точно все поймут, что я стесняюсь. А если я стесняюсь, и все это увидят, это ужасно. Вот именно такие мысли и создают у вас проблему. Потому что другой парень с правой стороны сидит, короче, а что, сказать надо, да? Хорошо. Берет рюмку, стоит и говорит, а ну это, короче, я братва, вам желаю там все, чтобы нормально у вас было, да, денег, там малыши, все, в общем, люблю вас, удачи вам, крутые ребята, все. Сел, махнул, сел и дальше сидит. Почему? Ему пофигу, что о нем подумают, потому что если вы этого человека спросите, а тебе не было важно, что о тебе подумают и вон та женщина и вон тот мужчина и вообще вот эти все люди. Он к вам повернется и скажет, нет, даже не в том, что он пьян, он к вам повернется и скажет, и че? Вот этот момент ему очень важно. Тут дело не в том, что он пьян, а дело в том, что само по себе отношение является определяющим в публичных выступлениях, если вы боитесь произвести плохое впечатление, если вы боитесь быть отвергнутым, если вы боитесь ошибиться, интерпретируете все это как катастрофу, как ситуацию, которая докажет, опять же, где вчерашний день, вот он, что если я накосячу или что-то пойдет не так, я от этого дерьмо. С сегодняшнего дня еще и еще раз говорим себе четко, что бы ни происходило, согласие или не согласие, понравлюсь я или не понравлюсь, я не равно ситуация. если я вышел перед группой и мне приспичило в туалет, я сказал, вы знаете, можно выйти в туалет, клапан рвет, реально все га-га-га, и я вышел. Разве это меня характеризует? Я что, не человек, который не имеет права на свою физиологию? А вы себе создаете такие картины, которые ваш мозг просто ставит в шок и разрывает пополам, потому что вы не допускаете. Ключевое слово запишите допущение. Я имею право на собственный стыд. Я имею право на собственную физиологию. Я имею право на ошибку. Вы видели когда-нибудь мои семинары в Москве? Кстати, приглашаю вас в Москву в эти выходные в Московском институте психоанализа будет семинар. Милости просим. welcome. Запись уже на сайте идет, можно бронировать место. Там всего их 10 мест. Два дня будем погружаться. Так вот, вы когда-нибудь, вот, что нужно с сегодняшнего дня? Право себе на собственную физиологию. Вы боитесь покраснеть публично. почему? Потому что вам кажется, что если люди увидят, что вы стесняетесь или робкие, такого быть не должно. Это ошибка. Дайте себе право на то такими словами. Кто-то спрашивал про рациональный ответ. Да, действительно, не так часто выступаю публично. И я абсолютно имею право нервничать. Это нормально. Да, у меня такая кожа. Капилляр находится близко к коже. И я могу покраснеть, если я буду немножко стесняться. Я имею на это полное право. Больше половины населения земли боятся публичных выступлений. Нет в этом ничего ужасного. Да, действительно, я могу из-за нехватки опыта сбиться с мысли, что-то потерять. Кто-то может подумать о чем-то. Это нормально. Но я прекрасно знаю, что я имею право на ошибки, я имею право на свои оговорки, я имею право на свою физиологию, я имею право быть таким, какой я есть, и если кому-то я не понравлюсь, я сожалею. Ровно точно так же, если сейчас, после этих двух дней, а я уверен, такие люди будут, кто-то скажет, зря потратила 5 часов в свои выходные. Я скажу, мне очень жаль, что вам не понравилось. А вот если бы на моем месте был бы другой человек, он бы начал этим людям доказывать либо со злостью, либо со страхом. Да вы что, я старался, как вы можете, вы что, не слышали, не слышали? Нет. Я просто принимаю ситуацию. Есть еще один секрет публичных выступлений. Ребята, а кто выступает публично, может быть, это не очень вам надо? есть люди, которым это близко? Просто есть два секретов, но давайте про них расскажу, что спрашивают. Смотрите, есть одна классная техника, которая помогает психику немножечко сориентировать. Вы когда выходите к публике, есть два момента. Первый момент, вы должны объяснить про себя соскучиться по публике и полюбить ее. Как это можно сделать? Вы едете на презентацию или стоите в кулисах и говорите ребята, котята, я так по вам скучал, я так хочу с вами поделиться интересной информацией. и сейчас выйду и вам расскажу. Я уже здесь. Настраивайтесь вот так на аудиторию. Не что там сидят садюги сатрапы, а то, что дорогие мои, я так хочу вас увидеть, я так хочу вам кое-что рассказать. Пускай я где-то ошибусь, но я хочу вам донести это. Мне это интересно. И самое главное, второе, синтерпретируйте публичное выступление как процесс, где вы просто получаете удовольствие от контакта с аудиторией, где вы можете поразмышлять, пофилософствовать, получить удовольствие от того, как она реагирует. Именно поэтому многие спикеры не очень любят вебинары. Поняли, да, почему? У них нету обратной связи. Чтобы провести энергетический такой мотивационный вебинар, бывает очень тяжело говорить воедино. Но у меня голова-то на всю голову повернута, поэтому я могу с вебинарами вот секрет, знаете, в чем именно вебинаров? Я разговаривая с вами, я не разговариваю с компьютером. У меня голова интерпретирует так, как будто я действительно разговариваю с аудиторией, причем немаленькой. Вот есть специалисты действительно, которые не могут говорить вебинаре. Да, потому что они не видят обратной связи, они не могут сосредоточиться. Как с друзьями, которых давно не видел. На свадьбе, ребятки, я так хочу вам пожелать добра, я так по вам соскучился перед публичной аудиторией, я хочу вам рассказать. Я еду на публичное выступление не для того, чтобы быть умным, и я говорю тост не для того, чтобы понравиться, а я говорю тост и еду на публичное выступление для того, чтобы получить удовольствие или просто пожелать выразить свои чувства. Классно провести время. Я ни разу не провел ни одного семинара, ни в какой клинике, в институте, чтобы произвести впечатление. А вы готовя свои презентации, во многом их делаете в голове свои впечатления. Так? Вы рассматриваете презентацию, какое впечатление я произведу, или как она будет оценена. Или оценена, но не важно. Но тем не менее, вы делаете именно эту ошибку. Все эффективные, интересные спикеры никогда не интерпретируют свое выступление с точки зрения я хочу, его оценили. Любой спикер говорит, я люблю свою работу, я еду получать удовольствие, я еду рассказывать людям о этой проблеме или там и так далее. А большинство людей, которые боятся публично выступать, идут, я должна произвести хорошее впечатление, должна произвести хорошее впечатление, должна произвести хорошее впечатление. годовой и там будут управляющие и собственники, не идешь ты производить впечатление, ты идешь интересно, содержательно рассказать свое мнение о том, что происходит. Ты какая разница защиты диплома, ты просто приходит, хорошо, защита диплома, ты не должен интерпретировать защиту диплома как проверку, как какой-то срез, как какой-то момент, который расставит твою жизнь по каким-то моментам. Не интерпретируй это как утопие, если шаг влево, шаг вправо, иначе ты напряжешься. Иди защищать диплом со словами «Я иду просто рассказать людям об этой дипломной работе». И я очень надеюсь, что я скоро отдохну, потому что мне эта работа была достаточно долго и затратна. Я просто иду рассказать людям. Понимаете в чем фишка? Если вам нечего сказать от страха, это иллюзия. Вам всегда есть что сказать. Вы опять же боитесь сказать, потому что вы обдумываете. Обдумываете вы таким образом. Я не должна прости плохого впечатления. не должна ошибиться. Это ужасно, если я ошибусь. Это неправильно. Именно от этого вы ничего и от страха сказать не можете. Как вы можете что-то сказать, если по вашей логике в голове у вас шаг влево, шаг вправо смерть? Конечно вы молчите. Понимаете вот этот момент? Да я еще раз говорю, что ты ступор сам создаешь. Я что, повторять тебе нужно что-то много раз? Ступор ты сам и создаешь. А вот если говорить применимо к ступору, то во-первых ступора быть не должно. Потому что что такое ступор? Кататонический ступор это тогда, когда ты интерпретируешь публичное выступление, каким образом? Опять же тридцатый раз я не должен произвести плохое впечатление. Это ужасно, если приду плохое впечатление. Такого быть не может. Какой кадракшмар. Если я произвожу плохое впечатление, я лошара. Вот что вызывает твой ступор. Я еще раз говорю, Кирилл, слушай меня внимательно. Уже какой раз слушаешь? Ты сам создаешь себе ступоры. Начни слышать, как ты это делаешь. Ты волнуешься, как я себя беспокою, какими мыслями я себя беспокою. Если ты реально не знаешь ответ, так и скажи. Я затрудняюсь ответить. Я не готов сейчас ответить на этот вопрос. Подойдите в перерыве. Это интересный вопрос, который вы задаете. Я думаю, над ним нам вместе стоит подумать. А может быть, есть в аудитории кто-то, кто хочет диспутировать по этому вопросу. Вы знаете, я не знаком с точными цифрами и точными определениями. Сейчас не хочу вспоминать, боюсь ошибиться. Не хотелось бы ошибиться. Давайте об этом поговорим завтра. Я подниму данные. К сожалению, у меня не готовы эти материалы. у меня нету подтверждающих документов для того, чтобы ответить на ваш вопрос точно. А я бы не хотел давать интерпретацию. Понимаете? А ты что думаешь в госдепе? Госдеп и министерство странных дел это люди, которые фундаментально, феерично знают все эти технологии и техники, которые пытаются вам объяснить. Они же здоровье сохраняют свое. Поэтому это не только в США дело. Здесь дело в управлении эмоциями. Это система, которые управляют. Это люди, которые своими руками управляют своим эмоциональным состоянием. А вот у Кирилла все само. У него ступор сам. Он вышел, но ступор. Кому-то ступор это, знаешь, случилось само-само. Но тут надо понимать, что сначала ты создаешь эту историю. Вот понимаете, любая пресс-конференция не должна задать острых вопросов. Но если кому надо про пресс-конференцию, я могу про пресс-конференцию сказать кое-что. Хотите маленький секрет? Если у кого-то бывают пресс-конференции или у кого-то бывают какие-то столы, открытые вопросы и так далее и тому подобное, хотите, расскажу, как Вадим Вадимович подходит к пресс-конференциям и как он вообще когда 6 или 5 часов тебе задают вопросы в прямом эфире. Хотите просто технологию. На самом деле вы ее можете применять, если вы будете высокоэффективным менеджером, а я знаю, здесь есть высокоэффективный менеджер нефтяной компании, если я не ошибаюсь, то не пались только, пожалуйста, да, то просто послушай, послушайте, перед любым собранием или любым кейсом, или который вы рассказываете, или вы знаете, что будут вопросы дополнительные, или тот же самый диплом, да, сделай простую штуку, которая тебе очень сильно поможет. Это касается школьников, это касается студентов, или топ-менеджеров, или просто менеджеров среднего звена, неважно. Перед выступлением за несколько дней, не совсем, возьми просто тетрадь, и за несколько дней начни собирать все самые острые, неудобные вопросы по теме, которые ты едешь озвучивать. Вадим Вадимович за неделю начинает, у него есть практика пресс-конференции вятский класс. Что надо делать с вятским классом, помните? Это вот такие пресс-конференции. Он за неделю начинает подбирать самые острые вопросы, которые требуют цифр, которые требуют конкретики, которые требуют уточнений, именно поэтому он производит впечатление человек, который всегда ориентируется в цифрах, который всегда ориентируется в фамилиях и ситуациях, потому что он готовится. Он за несколько дней выписывает самые острые моменты и формулирует на них четкую позицию. Именно поэтому вы не увидите никогда у высокоэффективных дипломатов вопросов, потому что если вы возьмете 100 самых острых вопросов, выпишите себе в тетрадь и на каждый острый вопрос сформулируете собственную позицию, приведете пример или пропишете цифры и все острые хотя бы 150 вопросов, я утрирую, смотря какая ситуация, пропишите, я вас уверяю, вы когда сядете на пресс-конференцию или начнете отвечать на вопросы, вы будете гораздо расслабленнее и гораздо эффективнее, потому что какой бы человек вопрос не задал, он так или иначе будет касаться того острого вопроса, который вам уже проработан. Вот вам секрет рассказываю. Давай под кличкой не будем, это вообще отдельные пассажиры, интеллект которых я даже обсуждать не хочу. Вот, да, соответственно, вот давай вот эту, поняли все вот эту штуку? Поняли, да, вот эту технологию, как готовиться? То же самое касается вебинаров, этих самых, простите, депутат, дипломов, то же самое касается презентаций, просто выпишите самые только острые, непопулярные вам удобные вопросы, но удобные вопросы вы и так ответите. Вы пишите самые острые вопросы, а правда ли, а действительно ли, вот прям острые, вот действительно острые, по предмету, который вы идете рассказывать. И подготовьте ответ на острый вопрос. есть вопросы, на которые вы имеете право не ответить. Вы можете сказать, я не хочу отвечать на этот вопрос, он очень личный. Вы не обязаны отвечать, если это формат смотри какой. Вы можете сказать, давайте об этом чуть позже, или давайте в перерыве, или этот вопрос не по теме, или я затрудняюсь ответить на ваш вопрос, это не очень ко мне. Этот вопрос важный, но он требует дополнительной проработки, не хочу вводить в возоблуждение, не помню. Не надо врать, придумывать цифры, потому что если человек, задавающий остый вопрос, подготовлен, и он вас подловит на том, что вы пытаетесь соврать, будет очень нехорошо вывидеть. Поэтому если вопрос не проработан, но у профессиональных дипломатов, у профессиональных спикеров практически не бывает какой-то темы, на которой у них нет сформулированной позиции. Попробуйте задать сейчас Пэрис Хилтон вопрос, Пэрис, а как вы относитесь к видео, которое гуляет уже несколько лет по всему интернету? Она уже миллион раз отвечала на этот вопрос, и вы ее не очень удивите. Людей, которые постоянно отвечают на публичные какие-то вопросы, они всегда, у них уже всегда есть, это в дипломатии называется позиция. Запомните, позиция. Если ты идешь на брифинг, имей четкую внутреннюю позицию по каким-то моментам. А как вы смотрите на развитие отдела такого-то? А как вы смотрите на Иванова, Петрова, Сидорова? А как вы смотрите на это? А что вы скажете об этом? Примерно не надо заучивать, сформулируйте позицию, как вы относитесь к Петрову, Сидорову, Иванову. Так политкорректно, чтобы вы эту позицию могли высказать. Примерно понимаете, о чем я говорю? А если мы говорим о простой, более приземленной вещи, как диплом, как какое-то совещание, просто сформулируйте позицию по общим темам будущего собрания. Позицию по повестке дня, позицию по острым вопросам, позицию, например, вас отдел продаж не выполнил план и скорее всего будут задавать вопросы по причинам, технологии и так далее. Сформулируйте позицию, как вы видите, повышение эффективности отдела продаж. Сформулируйте позицию, как вы видите, позицию по увеличению продаж, объемов. Сформулируйте позицию, в чем вы видите, причины, приведшие вас, приведшие отдел к негативу. соответственно, четко надо сформулировать для себя позицию. И когда вы пойдете на собрание, и вы сформулированными позициями будете очень сильны, и вы всегда сможете дополнять и предлагать себя или свою позицию. Или если для вас дойдет очередь, вы всегда сформулируете и не потеряетесь. Есть еще по поводу публичных выступлений один нюанс. Вчера я об этом вам говорил. Страх публичных выступлений во многом он основан на инстинкте. Ребятки-котятки, как вам кажется, Вадим Вадимович нервничает и ваш покорный слуга нервничает перед тем, когда он выступает? Я все время когда так говорю, мне все время так стыдно порой. Ну, не стыдно, а смешно становится. Я помню историю, картину, когда Вадим Вадимович стоит перед входом в большой зал, где ему предстоит произнести очень важную для страны речь. И я сижу в кресле перед вебинаром по когнитивной терапии невроза. С точки зрения мозга на самом деле разницы нет никакой. Что ты едешь на генассамблее ООН и тебя слушает весь мир, что ты выступаешь перед вебинаром. С точки зрения когнитивной терапии я могу запаниковать, меня можно сключить вот здесь и я скажу здравствуйте. Что на генассамблее? Разницы нет никакой. Поэтому научившись одной и той же техники, я могу вести что семинар в Москве, что в Петрозаводске, что поехать на генассамблее ООН. Практически разницы никакой не будет ни для Путина, ни для кого, кто умеет этим управлять, потому что уже не важно перед кем и как ты выступаешь. Но запомните себе, пожалуйста, будущие ораторы, менеджеры высших звеньев о том, что вы имеете право на человеческое беспокойство. Вы имеете право на человеческое взволнованность. Вот я когда еду на семинар, например, да, или еще на что-то, я не нервничаю. Я сосредоточен и я могу быть по-человечески взволнован. Нормально взволнован, сохраняя абсолютную трезвость ума, рассудительность, не бегая по туалетам, у меня это больше похоже на приятное предвкушение, что мне сейчас предстоит выступить перед аудиторией. Я неделю назад, как вы знаете, читал лекцию в финансовой академии при правительстве Российской Федерации перед первым-вторым курсом. Антон был со мной и он ехал, говорит, ну что, очкуешь Славик? Я говорю, нет, мне кайф. Я ехал с таким удовольствием, я бежал в этот институт, я говорю, куда, куда, потому что ситуация моей головой интерпретируется как полезная, важная. Мне хотелось донести до этих ребят этого университета важную для них информацию по стрессу в той челюсти. Меня перло рассказать им важные тезисы. И мне даже приходилось себя оттормаживать, потому что мне за два часа лекции нужно было очень много сказать, и меня там брызгало во все стороны информации. Пришлось немножко так ужимать, потому что ребята первый-вторый курс, они еще юные, но все равно получилось очень круто. И обратная связь, которую мне написали, она была выше всех моих ожиданий. Ну, не то, чтобы выше, а как бы она мне просто была приятной. Сейчас я вам ее прочитаю. Хотите, не эротически порадую сейчас. Алексей, спасибо за интересную лекцию. Скажу честно, такой заинтересованности я давно от клиентов не видел. Ребята даже спрашивали, когда мы пригласим в следующий раз. Думаю, если вам понравилось, можно будет провести расширенную лекцию в следующем семестре, как вы на это смотрите. Поэтому я там еще появлюсь, я буду готовить для этого университета новую программу, более расширенную для студентов. Тема стрессоустойчивости это фундаментальная фишка, которой я хочу заниматься более плотно. По этой же теме я буду проводить вебинар очень скоро. Так что я вас всех приглашаю на вебинар по стрессоустойчивости, основу которой я читал в институте. Так что приходите обязательно, будет очень полезно. Во всяком случае лучше так, чем никак вообще. Вот поверьте. Если вы начнете говорить, ну вебинар, ну это же вебинар, надо же что-то лучше так, чем никак. Вот, давайте закончим тему про публичное выступление. я сказал, да, вот последнюю фишку, что я еду туда делиться. А, так вот, про животных я забыл. Есть один момент, дайте себе право беспокоиться и быть в напряжении перед публичным выступлением. Помните, я вчера говорил, кто помнит, давайте память проверим. У кого хорошая память? Почему для человека волноваться и нервничать перед публичным выступлением это нормально? с точки зрения физиологии. Хорошо, Чарльза Дарвина. Человек, да, 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 верно, Виталий, молодец. Человек, это животное социальное, имейте это в виду, пожалуйста, да, и у человека вот инстинкт самосохранения, ваша паническая атака, это и есть животный инстинкт. У нас есть животные инстинкты, половые инстинкты, инстинкты голода, инстинкты холода и у нас есть еще один инстинкт, это инстинкт стаи. Что такое инстинкт стаи? Это инстинкт природный, где зверь боится быть отвергнутым от стаи. Он боится быть каким-то покалеченным, потому что стая его отвергнет. Именно отсюда фундаментально вырастает страх сойти с ума заболеть и быть неэффективным. Потому что инстинкт стаи будет работать в генотипе. Он изнутри будет вас так это. Если я какой-то больной, если я какой-то отвергнутый, то я какой? То я обречен на что? На скитание и гибель. Меня сожрут. Соответственно, вот тут надо себе четко это гасить. Что вы никакой не животное. И нет никакой стаи. Это старый у вас пережиток от наших, наших, наших зверенышей предков. Это у зверенышей на инстинктивных уровнях все работало. Но вы же не можете бросаться на каждую самку и там совершать какой-то процесс, потому что вас приспичило, как это делается в джунглях. В нашем случае мы можем управлять. Нет, ну есть, конечно, люди, которые не очень могут управлять своими половыми инстинктами. Но я вам рекомендую ими управлять. И осознавать. Да, я хочу, но я понимаю, что не стоит. Соответственно, точно так же. Да, я боюсь выступать публично, потому что это основано на инстинкте то, что меня отвергнут. Но разве это так? Это просто инстинктивная история. Нет в этом ничего такого драматичного. Никто меня отвергнет. А даже если меня отвергнут, то что будет самого худшего? Давайте вот такую когнитивную технику, да, проработаем сейчас, ребята. Что будет самого худшего? Запишите себе, пожалуйста, в тетрадях. Что будет самого худшего? Это техника Альберта Элиса, основателя рациональной терапии. Артур, я смотрю, это подготовлен, да, прям молодец. Что будет самого худшего? Фундиментальный вопрос, который отличает Элиса от Бека. Хотите, расскажу одну историю, которую мне рассказал мой преподаватель, американец Джон Витарито из Института Альберта Элиса из Нью-Йорка. Джон рассказал такую историю с одним терапевтом, приключившуюся, который очень четко характеризует, что такое вопрос, о котором я сейчас вам говорил. Представьте себе, что вы психолог, психотерапевт, которому звонит ночью клиент и говорит, я хочу покончить с собой. Потому что мой парень не пришел на свидание в ресторан и я от этого и он меня бросил, наверное, он меня не любит и я полное ничтожество, я хочу убиться. Что говорит обычный терапевт? В лучшем случае обычный терапевт скажет, с чего ты решила, что он тебя не любит? Он же просто не пришел в ресторан. Откуда ты знаешь, что он тебя какие доказательства, почему он не пришел в ресторан? Может быть его сбила машина, может быть он умер, может быть у него что-то произошло. И вот такие рациональные логические доводы в сократическом диалоге действительно говорят клиентке, а клиентка говорит, а действительно доктор, что-то я лоханула, переборщила, простите меня пожалуйста. Ну доктор успокаивает, засыпает, засыпает вторая ночь, звонок, звонит полицейский, это Джон рассказывает, и полицейский говорит, приезжайте на такую-то улицу, такое-то там пересечение, тут на балконе ваш клиент стоит, хочет прыгнуть, вас зовет, он собирается, приезжает, там это строгая тема, не то, что у нас, приезжает, собирается, значит, она ему говорит, доктор, вы и ваша терапия полная херня, потому что я вчера проехала все больницы, обзвонила все морги, какие-то социальные приюты, нигде этой скотины нету, а моя подруга видела его недавно в аэропорту, значит, Нью-Йорка, где он с какой-то пушногрудой блондинкой улетал на Гаверий, как я могу теперь верить вам и вашей терапии, поняли, да, терапевт поставил себя в ситуацию очень неудобную, как в шахматах говорят, да, я просто шахматами занимался в юности, позиция это все вот оттуда, поэтому политология, политика, дипломатия, шахматы, это мне очень близкая история, помимо спорта и авиации, так вот, как поступил бы Альберт Элес, и как поступил бы ваш покорный слуга, который занимается именно рациональной поведенческой терапией, и я убежден, что Владимир Вадимович бы точно так же сказал. Смотрите, когда раздался бы первый звонок, я бы сказал ей всего лишь одну фразу, которая не допустила бы второго звонка вот на второй день, не потому, что она бы убилась, а потому, что она бы не позвонила бы мне второй день, даже если бы случился тот сценарий, который разворачивался у нас в действительности. Если бы она позвонила в первый день и сказала бы, мой парень не пришел на свидание, это говорит о том, что он меня не любит, он меня бросил, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, но нет, ну не так, это еще. Я бы сказал ей очень просто, давай представим, что он действительно тебя не любит, и давай представим, что он действительно не пришел на свидание, потому что не захотел. Ну, а так ли это ужасно? И вот я бы начал с ней сократический диалог не по теме, а что могло быть с ним еще, а по теме, давай представим, что это действительно так. А так ли это невыносимо? Ребятки-котятки, все прочувствовали логику рационального подхода. Давай представим, что действительно он тебя бросит. Давай представим, ты действительно завалишь диплом. Давай представим, ты действительно получишь двойку. Ну, давай представим, ты действительно обослышишься в метро. Давай представим, действительно кто-то подумает о тебе плохо. Давай представим, что действительно кто-то будет такой недовольный. Топ. Точка. Это запятая. Так ли это невыносимо? И тут вы начинаете применять практику. Как я смотрю на эту ситуацию? Я же сейчас на эту ситуацию смотрю, и тут вспоминается начало вебинара. Итак, что может быть самого худшего? Давай представим это. А как я к этому отношусь? И вы бы увидели у этой женщины примерно следующее. Это ужасно. Я не перенесу. Такого быть не может. Это неправильно. И я бы начал с ней диалог, стратегическая задача которой была бы следующая. Да, действительно, он не пришел на свидание. И возможно, действительно, он меня не любит. И возможно, я не его девушка. И возможно, он действительно меня разлюбил. Но это, конечно, грустно и печально. Но я прекрасно понимаю, что такое может случиться. И я прекрасно понимаю, что он имеет на это право. Как бы мне не было от этого неприятно. Действительно, было бы неплохо, если бы мы с ним были вместе. Я бы, наверное, этого бы хотел. Но жизнь такая штука, которая не всегда удовлетворяет мои потребности. Я прекрасно это понимаю. И я сейчас раскроен, потому что мои потребности, мои ожидания не реализовались. Прости, пожалуйста, зайка. А кто тебя просил наделять этого мужчину такими ожиданиями? Ты через него ожидала, что у вас будет такая семья, такие дела, так то-то, то-то, то-то. Ты через этого мужчину выстрелил уже целую картину будущего. И сейчас случилась ситуация, где твои ожидания не оправдались. Кто виноват в том, что ты через этого мужчину выстрелил вот такую вот красивую радужную картину в будущее? Только ты. Да, действительно, он к этому тоже об этом говорил. Но он же имеет право быть таким, как он есть, хотя я считаю, что это не очень по-мужски, там, и не очень правильно. Но это же десятое дело, это отдельная история. Но, тем не менее, это я от него ожидала. И это я думала, что будет по-другому. И это мои проблемы в том, что я к этому так драматично отнесусь. Я, безусловно, постараюсь это принять. И я, безусловно, постараюсь справиться с этим. И, наверное, на будущее я сделаю вывод не в том, что я перестану встречаться с мужчинами, называя их всех козлами. А я сделаю вывод, что надо смотреть на вещи более рационально. Не делать каких-то вот таких слишком сильных на будущее картин, чтобы потом так сильно себя не разочаровывать. Это был экспромт, это я не читал. Прикольно? Вот примерно так мыслит когнитивная терапия. Вот скажите, вот то, что я сейчас вам забабал... Все в шоке, что ли? Что происходит? Что-то тишина такая. Вот то, что я сейчас сказал, оно как звучит? Оно как звучит? Здорово? Конечно, здорова. А разве это какая-то гипнотическая тема? Это логично, Андрюш, совершенно верно. Это логично, это реалистично. Это объективно. Все понимают, что я пытаюсь до вас донести. Это не аффирмации, я самое обаятельное и привлекательное. Это логика. Это здравый смысл. Проблема в том, что ваша первоначальный взгляд, а точнее, ребятки-котятки, ваша привычка понимать ситуацию, затмевает вашу объективность и вашу логику. Поняли суть сегодняшнего мероприятия и двух этих дней? Понравилось? Да, будь водой. Взяли для себя инструментарии, философские тезисы. Круто? Супер. Я постараюсь этот вебинар сделать копию. Если кому надо, обращайтесь. Безусловно. Я постараюсь, чтобы эта копия была. Почитать, ты знаешь, вот именно после этого вебинара, я бы посоветовал, как бы это банально не звучало, перечитайте Карнеги, как перестать беспокоиться и начать жить. Я знаю, что многие эту книжку обесценили и уже ее перечитали. Но, может быть, после этого двухдневного вебинара вы ее поймете по-другому. Потому что Карнеги – когнитивный терапевт. И он во многом, может быть, после этого вебинара вы эту книгу поймете поглубже чуть-чуть. Потому что сколько Карнеги не читай, видите, меня поздравляют с Днем психолога. Прикольно. Кто это? Интересно. Это просто смс. Вот, вы перечитайте. Психотриник по Альперту Элису почитайте, да, тоже неплохо. Ребятки, давайте сосредоточимся на некоторых вопросах. Давайте сосредоточимся на некоторых вопросах. Я постараюсь. Только давайте какие-то такие вопросы, может быть, которые для вас лично сейчас важны, которые для вас лично спустя эти два дня, именно спустя два дня важны. Так, стоп. Я буду вот так вот, чтобы не уходить. Я два вопроса. Депрессия формируется, когда стратегия, выбранная в детстве, долгое время не выполняется. Или становится явно, что не сможет реализоваться. И также дереализация. Смотри. Во-первых, депрессия формируется из-за депрессивного взгляда на жизнь. Какая разница, послушайте внимательно, это хоть не по теме, но мы от темы уже ушли потихонечку, да? Какая разница между депрессией и неврозом? Депрессия – это эффективное расстройство, неврозы – это нервно-психические функциональные, обратимые расстройства эмоционального генеза. Соответственно, чтобы заболеть депрессией, надо самого, слушайте внимательно сейчас, внимательно слушай то, что я говорю. Чтобы была депрессия, тебе нужно сначала начать депрессировать себя депрессивным взглядом на мир. Депрессировать себя депрессивным взглядом на обстоятельства. Депрессировать себя взглядом таким, а именно, ничего не получится, это безысходность, я дерьмо, ничего не выйдет, это все не то, я не могу, я не справлюсь, все ужасно, все валится из рук и так далее, и так далее. Вот именно депрессирующий взгляд на мир, на себя и на обстоятельства и вызывает те самые психо-вегетативные, психогенные формирования психики, которые потом приводят нас к депрессии. Да, действительно, депрессия и дереализация ходят часто вместе. Также дереализация ходит вместе с тревогой. А дереализация может крепиться как на депрессивную основу, так и на тревожную. На депрессивную основу, дереализация крепится, смотрите фильм «Беспомощный» с Мэтью Перри. Вот фишка этого фильма заключается в том, что у Мэтью Перри в фильме «Беспомощный» на самом деле была депрессия. Потому что он смотрел на своего друга, на своих родителей, на свою работу, как на абсолютно неинтересную, скучную, бесцельную. Он депрессировал себя взглядом на то, что происходило вокруг. И потом, когда пик этого депрессивного взгляда нарастал, он там что-то покурил, случилась паника, ну а потом началась защитный-защитный механизм. Вышел таким образом. И его дереализация закончилась, когда он встретил девушку, в которой увидел новый смысл, в которой увидел... Там еще даже фильм заканчивается, он говорит, я вижу, да, вот он на дороге стоит. Это и есть метафора того, что он увидел смысл. Он, помните, купил новую машину, купил новый дом, там, что-то он там за ней побежал куда-то. Первый раз сам куда-то побежал. То есть она стала для него смыслом, который вывел его на новый уровень. Конечно, там депрессивного взгляда уже не было, и защитный механизм закончился. Хотя ему ничто не помогало всю дорогу. Вы знаете, фильм, где и беспомощный, и с Мэтью Пэрри, и очень хороший фильм. Так вот, поэтому, друг мой, депрессия – это взгляд на мир. А дереализация – это последствия такого взгляда через задники. Вот дереализация – это взгляд на мир через задники. Абсолютно. Начни смотреть на мир с помощью когнитивной терапии. Не депрессивно, найди стимулы, найди побуждающие цели, и не будет никакой дереализации. Так, как воспитать ребенка с нормальной самооценкой при современном имущественном слоении общества? Ну, видимо, это интересно. Так, как воспитать ребенка с нормальной самооценкой при современном имущественном имущественном слоении общества? Что ты здесь вкладываешь? Мне важно это знать. То есть, нужно ли всеми правдами и неправдами пытаться обеспечить ему материальные блага, чтобы он чувствовал себя не хуже других? А, ты, наверное, говоришь про какие-то материальные ценности – это телефоны, айпады, какие-то одежды современные и так далее. Ир, мое личное мнение здесь таково, что фундаментальную историю самооценки закладывает не телефоны, не айпады и не шмотки, а закладывает отношения отца и отношения матери к ребенку. Вот вчера мы говорили именно про отца, и мы на нем сосредоточимся. А если родители будут транслировать Ира, безусловную любовь малышу, что они его принимают и с косяками, и с двойками. Например, Ир, смотри, это будет звучать вот таким образом. Например, мой ребенок получил два. Или мой ребенок что-то разбил. Или мой ребенок что-то накосячил. Вот как я буду поступать, да, и как поступает когнитивная терапия. Я ни в коем случае не даю определение ребенку, что он какой-то. Я не говорю, что ты глупая, тупая, криворукая и так далее, и так далее и тому подобное. Я говорю следующее. Например, фантазируем. Да, действительно, там, ты получила двойку. Первое, что я говорю, это история, а что случилось? Ты, видимо, что-то недопоняла. Она говорит, да, я не смогла решить задачу. Я говорю, ничего страшного. Так бывает. Мы все иногда в жизни можем не знать, как решить задачу или что-то забыть. Давай с тобой сядем и подумаем, где мы ошиблись. Мы. Не ты ошиблась, а где мы ошиблись. Она говорит, да, я вот забыла тут вот это, а вот тут я забыла вот это. Мы работаем с ней над ошибками. И она ни в коем случае не чувствует себя униженной и глупой из-за этой двойки. Она понимает, что ее папа поддержал. И она понимает, что папа с ней. И папа разрешил ей право на эту ошибку. И он ее поддержал. И она не будет считать себя дурой за ошибки. Вот это понятно? То же самое, если у меня дочка или сын что-то разбил. Или еще где-то. Моя задача не говорить о том, что он плохой, ужасный, невнимательный. Моя задача ему объяснить, что то, что ты делаешь, оно создает определенные последствия. Ну, например, если ты будешь так себя вести, то нам придется, у тебя игрушки больше не будет, потому что она сломается. Или нам придется поменять палас. Это дорого или еще как-то. То есть я буду пытаться объяснить ребенку, что его действия неплохие. Но эти действия ведут определенные последствия, к которым родители относятся не очень. И родители против таких последствий. И ребенок должен понимать, что он не делает это не потому, что он тупой, а потому что последствия этих действий не являются для родителей принятыми. Понимаете, вот этот тонкий момент. А у нас родители, к сожалению, они не заморачиваются. Они начинают просто тупо. Это нельзя. Это плохо. Это нехорошо. Они не могут объяснить ребенку, почему. Они порой сами не знают, почему это плохо. Вот это понятно. Поэтому, возвращаясь, подождите, к вопросу Иры про воспитание нормальной самооценки, я, Ирочка, считаю, что фундаментально именно то, что я сейчас сказал. А по поводу материальных благ. Да, безусловно, я буду стараться для своей жены и для своих детей их обеспечить всем необходимым. И я считаю, это абсолютно нормально. Другое дело, что если касается детей, здесь надо понимать, что обеспечивая детей материальными благами, ты должен либо им это объяснять, либо ты должен... В общем, тут не надо им... Знаешь, благо должно быть попонято, за что это благо пришло и для чего оно нужно. Если ты покупаешь 38-й телефон просто так, потому что это 38-й телефон, то это одно. Если у меня ребенок получает в подарок какой-то гаджет или еще что-то, это для чего-то. Это для того, чтобы... Это для учебы, это для работы, это для этого, это для этого. Или, например, если там давай постараемся, закроем с тобой там хорошо учебу, и мы полетим отдыхать. Он понимает, что он полетел в дорогостоящие путешествия бизнес-классом не потому, что родители такие, а потому, что он старался, учился, работал, и мы вместе все рады этому, и мы отмечаем то, что ребенок хорошо окончил школу. То есть здесь не нужно вдаваться вот в такую откуп. Родители, у которых есть финансовая возможность, а покупай это, а покупай это, у них напрочь вообще стирается понимание денег, напрочь стирается понимание заслуг, напрочь стирается понимание напрягаться. Поэтому лично мое мнение, что благо финансовое и материальное это хорошо, но они должны быть обоснованы логично. Ровно так же можно обосновывать это отсутствие этих благ. Например, если у родителей нет финансовых возможностей, и они живут достаточно скромно, здесь ребенку надо также объяснить, что если у большинства людей в школе есть какие-то дорогостоящие телефоны, и дорогостоящая одежда, и родители там, сверстников могут что-то позволить, а мы это себе позволить не можем, то надо объяснить ребенку следующее, что он не должен воспринимать вот эти финансовые аспекты как доказательство, что он какой-то инвалидный или что он какой-то не такой. Надо очень тонко здесь ребенку это объяснить, зная заведомо то, что дети в школе жестокие. И дети в школе могут ему сказать и намекнуть о том, что если у тебя этого нет, то ты какой-то нищеброд. Если у меня была бы такая ситуация, я бы очень попытался четко объяснить ребенку, что мнение людей в школе и тем, что у нас там некоторые сложности финансовые, мы пока не можем себе этого позволить, но это не означает, что ты такой-то, я бы объяснял ему, чтобы отсутствие телефона банально не интерпретировалось им как доказательство, что он как человек плохой. Отсутствие дорогостоящего телефона доказывает лишь то, что пока он у тебя отсутствует. Но ты от этого становишься худшим другом? Нет. Ты от этого становишься хуже учиться? Нет. Ты от этого становишься худшим школьником и другом в школе? Нет. Я попытаюсь отвязать его самооценку от наличия или отсутствия этих. Ровно так же, если у моего сына будут какие-то материальные блага, я отвяжу его самооценку с этими благами. Потому что он не будет чувствовать о том, что у меня есть это, это и это, и я поэтому крутой. Он будет говорить примерно так. У меня есть эти вещи, потому что родители, мне их подарили за какие-то заслуги, но это не означает их отсутствие или наличие, что это что-то доказывает обо мне. Я могу от этого отказаться, и я от этого хуже не буду. Просто мне приятно пользоваться удобным телефоном. Но если случится так, что телефон папа конфискует, ничего от этого не изменится. Понимаешь, да, о чем я говорю? То есть, надо отвязывать ребенка от оценки и объяснять ему это. Первочка, я ответил на этот вопрос? Если я замечаю все и придаю значение любому плохому слову, это не говорит, что мне просто не хватает эмоций. Ты знаешь, Даш, я не знаю, что ты высасываешь, но когда мы высасываем из пальца, это говорит о том, что, во-первых, ты за каждое слово цепляешься, опять же, вспоминай начало наших вебинаров. Не просто так. Ты сама себя цепляешь, потому что попадает куда-то. И попробуй с сегодняшнего дня подумать, куда попало. Окей? Куда попало? Куда попало? Почему я себя цепляю? Как я интерпретирую эти слова? Даш, и ты услышишь, что, скорее всего, ты будешь говорить, они не должны так говорить. Они должны по-другому. Они должны по-другому. Либо ты пытаешься просто вывести людей на эмоции, тогда задай себе вопрос, зачем мне это надо? И ты услышишь ответ. Если они эмоционируют, значит, я чего-то стою, значит, моя жизнь какая-то насыщенная. Я бы вот так бы начал диалог с тобой, скорее всего. Занимаюсь ББА. А, поди-билдингом. Форма неплохая. Друзья советуют выступить, но мне кажется, что даже без... Ну, даже без... У меня просто глаза уже болят немножко. Но даже безформенные люди... А, безформенные люди. Лучше и качественнее меня. Ты знаешь, я об этом буквально с Марьяной Наумовой недавно хотел поговорить. Мы с Марьяной дружим, занимаемся в одном зале. И, кто не знает, эта девочка 16 лет, и она чемпионка, и у нее много рекордов по силовой... по паролистингу, по-моему. Как правильно называется? Не очень помню. Я сегодня с Марьяной хотел поговорить на тему именно то, о которой ты задаешь. Я вот сегодня в зал пойду, если она будет, я обязательно попрошу с ней с ней снять короткое интервью. Потому что мы часто болтаем, и у нее все время хочется, у нее все руки не доходят. Смотри. Твоя проблема заключается в том, в данном случае, что, опять же, твоя самооценка не дает тебе права выступить недостаточно хорошо. Твоя самооценка не дает тебе права проиграть и выступить плохо. Ты говоришь, я не достоин, я не должен, я вот не буду. Коротко отвечаю тебе на вопрос, Саш, а просто иди на соревнования, чтобы, руководствуясь, я получу опыт, я получу настроение, я получу мотивацию. Иди на соревнования, особенно на первое, чтобы набраться опыта. Четко сформулирую себе в голове, я иду набираться опыта, знаний, знакомств, навыков. Не надо ехать на соревнования, как на оценочную историю, какой ты. И не надо злиться ни на кого, а что они лучше, чем я. Ты будешь злиться тогда, когда ты говоришь, я должен быть первым, тогда я поеду. Вот я знаю много спортсменов, которые говорят, вот я стану когда офигенным, тогда я выйду на соревнования. Полная херня, потому что они никогда не выйдут. Потому что они никогда офигенными в своей иллюзии не станут. Ты должен выйти на первое соревнование просто для опыта. Должен выйти на первое соревнование не для того, чтобы себя показать какой-то офигенной, а для того, чтобы выставить максимально лучшую форму, которую ты можешь на сегодняшний день, сделать фотографии, поговорить с судьями, поговорить с судьями о том, что подтянуть, познакомиться, попросить наставничество, если нужно. И именно так развивается в соревновательном боббилдинге. Никто никогда не выходил со словами «Я выйду лучшим». Выходили, занимали какие-то места, консультировали с судьями, жюри, исправляли, исправляли, исправляли. Понял? Ребятки, надо заканчивать. Что ты сделала, чтобы не получить два? А, это комментарий к дочке. Ну да, там был такой момент, то есть я буду мотивировать детей, когда они получили двойки, я задам себе вопрос, чтобы не, чтобы ребенка не поставить ситуацию, что папе по барабану, да, как бы просто работаем над ошибками, я задам вопрос, что ты сделала для того, чтобы не получить двойку? Если она мне говорит, я пыталась решить, или я пыталась писать, или я пыталась там что-то вспомнить, но у меня не получилось, вот это один момент. А если я пойму, что мой сын, Аболтус, просто тупо забил, и ничего не сделал, например, он пришел и говорит, пап, я завалил там сессию, и я прекрасно понимаю, что он ее завалил, потому что он просто забил, я ему скажу следующее, ты принял решение забить, вот тебе результат, давай его решай сам. А если мой сын завалил сессию, потому что он учится в НИДе, на самом тяжелом факультете, и он завалил патоанатомию, и его там проблемы из-за серьезного предмета, он старается, он мучается, он учит, но не дается, я буду совершенно по-другому к этому относиться. Понимаете разницу? Все. Спасибо вам всем огромное. К сожалению, я не смогу прочитать все. Спасибо. Я надеюсь, что я дал вам за эти два дня важные, интересные аспекты когнитивной философии. Действительно было это интересно, мне кажется, два дня, они больше нам подходят, чем один, согласны? Поэтому я думаю, что теперь надо вебинары разбивать на два дня. Вы согласны, что два дня, оно как-то лучше? Как-то утрамбовывается, что ли? Спасибо вам огромное за теплые слова. Да, следующий вебинар по старству устойчивости. В эти выходные, семинар двухдневный в Москве, кто хочет со мной лично познакомиться, приехать, обняться там, поцеловаться, пожалуйста. Жена моя, спасибо, что ты досмотрел меня до конца. Я удивлен. Значит, спасибо вам огромное. Увидимся с вами в Москве в эти выходные. Да, вы тоже классные, спасибо вам огромное. Копии этих вебинаров должны скоро появиться. Я думаю, что завтра, послезавтра они уже будут на сайте в продаже в виде копии, в электронном виде. Если кому хочется, вы можете приобрести себе на память. До вторника, до вторника. Это ребята из группы. Я, правда, постарался, мне кажется. Вот. Еще, значит, у нас есть скидка на сегодняшний день. Она продлена до завтрашнего дня. Это DVD-курс с методичками и полный сборник вебинаров. Чтобы его купить, надо зайти на сайт без него, в разделе оплаты услуг. И в разделе оплаты услуг там фиолетовая такая хрень, она вызывается 4500, DVD и так далее. Мы 7800, это ссылка через страницы, через там главную и так далее. Тебе надо зайти на сайт на сам верх в разделе оплаты услуг в сам магазин. Зайди. Go hard. Окей. Сейчас я, у меня тренировка рук сегодня. Я сейчас пойду поем, потом у меня тренировка рук. У меня завтра с Оксаной и я хотел с Димой встретиться еще, если получится. Вот, значит, Данкин, Данкин. Вот, значит, вот, спасибо вам огромное. Значит, про сайт рассказал, 4500 есть сегодня-завтра возможность DVD в электронном виде и все 12 вебинаров, там 12 тем, пожалуйста. Этот вебинар через день, через два будет доступен в записи. Значит, записаться ко мне на очный прием в Москве можно по средам и пятницам на Таганку. Собственно говоря, телефон я завтра включу, потому что ребята будут на Москву записываться. Группы в этом году в конце декабря будет набор на новый сезон. Сезон начнется с февраля, но набор, наверное, начнется в конце декабря. Поэтому, следите за новостями. Вебинар, значит, по двухдневной, по этой самой, как его, стрессоустойчивости будет в начале декабря. По продолжительности каждый вебинар три часа, их там всего 12, плюс еще DVD там часов 5-6 и печатные методички. Все это за 4500. Это, я когда рассказывал, у нас в Москве 4500, порой час консультирования это стоит. Поэтому, ребят, реально хорошая возможность, пожалуйста, пользуйтесь. Ребятки-котятки, я в скайп пока временно не работаю. С декабря начну опять скайп, консультирование и в январе-феврале тоже будет. Сейчас просто время очень такое у меня напряженно. Не хватает времени на скайп. Спасибо большое, ребятки. Про завышенную самооценку, да, спасибо, что напомнил. Ты знаешь, завышенная самооценка, это тоже некоторая сложность, потому что человек вылетает из реальности, да, вот, но проблема завышенной самооценки, она менее вот травматична, чем заниженная. Поэтому сегодня я говорил именно про заниженную, это гораздо более важно. А завышенная это просто человек не очень ориентируется в реальности за словами «а действительно ли я делаю правильные выводы о себе, на чем они основаны». Но это другой тип расстройства, он сегодня не наша тема, это наркотическое расстройство личности, истерическое личностное расстройство, прежде всего, связанное с завышенной самооценкой. Спасибо вам огромное, ребятки. Если хотите оставить ваш комментарий или лайк, сейчас модно это говорить, Дима Ишенькин тоже идет видеоблог и вся эта команда наша. Я решил тоже так сделать. Если вам понравилось, ставьте лайки, комментируйте. Я на стене сейчас напишу ВКонтакте о том, что мы закончили серию вебинаров. Кто хочет спалиться, палитесь, кто не хочет палиться, не палитесь. Тем, кто купил DVD-курс, сегодня вечером, завтра я вам thank you, bye, I hope понравилось. Have a nice day. Супер. Вот, значит, те, кто купил DVD, мы вам выслали вебинары, доступ к вашему личному кабинету сегодня вечером, я думаю, уже будет готов. Так что все в порядке. Спасибо вам огромное. Кто хочет, дайте флешбэк, фидбэк обратный на стене ВКонтакте. Кто хочет, опять же, не надо палиться, это не обязательно. Спасибо вам огромное, ребята, увидимся, до встречи, пока. До свидания. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok